МИР ФАНТАСТИКИ Мальчики и девочки, дорогие друзья, уважаемые слушатели нашего фантастического подкаста, горячо вас приветствую. С вами ваш сменный ведущий Роман Файницкий, и я здесь, чтобы сказать вам, здесь и сегодня, и сейчас. Вы собрались не случайно. О да, вы не ослышались. Готовьтесь видеть пророческие сны, вытаскивать мечи из камня, вступать на дорогу приключений. Если не серьёзно, то понарошку. А всё потому, что сегодняшний подкаст про избранного. Всё так и есть. Мы сегодня говорим о сюжете Персея и Тисея, Моисея и Иисуса, Артура и Зигфрида, Гарри Поттера и Нео. Где этот сюжет начинается и где заканчивается? Что вообще это за сюжет избранного? Может быть, это не теряющий актуальности фантастический троп, которого нужно только больше? Или, быть может, это устаревший атовизм, потерявший свой смысл и значение? Эти и другие вопросы со мной сегодня проясняют мои дорогие собеседники. И, во-первых, это мой хороший знакомый преподаватель, религиовед, а также автор статьи о феномене, избранном в ближайшем выпуске журнала Мир Фантастики. Рад вам представить Леонид Мойжес. Леонид, изо всех сил тебя приветствую. Здравствуйте. Всем привет, всем привет. Прям неловко, как-то с такими фанфарами. Даже Василию Владимирскому неловко от моих представлений, так что всё равно. Это мы, конечно, не вырежем. А также автор Мира Фантастики, но более того, много более того, писательница, сценаристка, киновед и просто очаровательная собеседница, которая тоже исключительно рад видеть сегодня с нами, Марина Беляева. Марина, привет. Мне как раз от такого приветствует очень комфортно, так что продолжай. Да-да-да, постараюсь, постараюсь. Любите фантастический подкаст? Становитесь нашими спонсорами на Бусти, и с вашей помощью мы станем ещё лучше. Фантастический подкаст выпускается на чистом энтузиазме, и наши авторы и редакторы не получают гонораров за участие в выпусках. Оборудование зачастую оставляет желать лучшего. Но вместе мы сможем это изменить. Об подписке на Бусти есть несколько уровней. Все без исключения спонсоры будут получать новые выпуски подкастов на два дня раньше. Все спонсоры, начиная с уровня Юнлинга, получат ещё и черновые версии подкаста, и вы оцените весь тот титанический труд, который вкладывает в каждый выпуск наш монтажёр. Спонсоры, начиная с уровня подаванов, удостоятся персональной благодарности на странице подкаста. А мастера получат доступ в секретный чат, где смогут высказать участникам подкаста за все их... А также предложить новые темы. И, наконец, имена спонсоров уровня Магистр будут оглашаться в конце каждого выпуска. Если мы вас соблазнили, переходите скорее на страничку подкаста на Бусти. Бусти — это не только отборные бюсты лучших нью-моделек, но и новые выпуски нашего фантастического подкаста. Вы знаете, на самом деле, к этой беседе мы подступали, планируя битву, потому что я уже смог прочитать, например, статью Леонида. Я там написал, что мне много чего не нравится, мы уже успели сравнить свои впечатления, ощущения и все прочее, и поняли, что у нас очень много где не совпадают мнения по поводу этого сюжета. Посмотрим, посмотрим. Но из-за этой подготовки я хотел бы начать с некого вступления, с некого, знаете, расхождения по углам боксерского ринга, но не только его. И я хотел вас, Леонид, Марина, спросить, начать эту беседу с двух вопросов. Во-первых, расскажите мне, кто такой для вас избранный? И что это для вас за сюжет? Где история об избранном начинается? Что вы ей считаете, а что не считаете? А второй вопрос, он связан с предыдущим. Как вы к этой истории, к избранному относитесь? Как вы к ней относитесь в целом? И как вы относитесь к ее состоянию сейчас, в текущем современном мире? Хотите, чтобы ее было больше, чтобы ее меньше? Может быть, вы обходите эти книги стороной? Может, особенно их читаете? Радуетесь ли вы, когда понимаете, что сюжет неизвестной вам истории, внезапно оказался об избранном? Или не радуетесь? Или распринимаете равнодушно? Или все зависит от того, как она написана? Я думаю, все кончится последним ответом, но посмотрим. Если не слишком много, надеюсь, достаточно четко. Мне интересно, что вы скажете. Леонид, расскажи мне. Давай. Я думаю, что на самом деле вопрос того, что такое избранный, что мы под ним подразумеваем, мы сегодня все эти два часа будем обсуждать. Но чтобы было от чего отталкиваться под избранным... Я сам это определенно не нравлюсь. Ну, скажи, что ты думаешь. Я говорю, что мы сегодня все время будем слушать, что я думаю, но вот просто, чтобы примерно как-то синхронизировать. Это персонаж, у которого есть некоторая функция внутри выдуманного мира произведения, которая до какой-то степени центрирована на нем. Ему суждено что-то сделать. Ну, обычно победить какое-то великое зло, хотя, опять же, там даже возникает вопрос масштаб этого зла, масштабы победы и так далее. Подразумевается, что другие персонажи сделать этого не могут. Причем, так сказать, на старте. Они не избранные, у них нет такой способности. А этот персонаж может. В некоторых произведениях, поговорим, вот эта его миссия является чем-то прямлейным. Просто нам говорят, вот этот персонаж сделает то-то и то-то. В каких-то других произведениях эта миссия скорее, это вот, если угодно, может быть такая избранность сверху вниз. В каких-то других она идет скорее снизу вверх. У нас появляется вот у этого персонажа есть какая-то особая способность, благодаря которой только он и сможет решить ту или иную проблему. Уже здесь видно некоторое, скажем, мягкое трабло, потому что это второй типаж по хорошим очевидам, собственно, такого избранного. Его, так сказать, никто не избирал. Но просто по моему опыту я часто вижу, что, ну, просто там в каких-то таких повседневных разговорах вот этот второй типаж персонажей тоже часто называют избранными, поэтому как-то показалось, что выкидывать его из диалога будет не очень правильно. Я могу сразу ответить на твой второй вопрос или сначала дать Марину слово? Да, 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 да. Они как-то связаны друг с другом. Мне показалось правильно задать их сразу туда. Ну, опять же, если говорить предельно коротко, начнем с очевидного. Ну, избранный — это расхожий троп. И к нему применима любая критика, которая применима к любому расхожему тропу. Да, и вот, конечно, он механизируется, конечно, огромное количество авторов его используют тупо, скучно и так далее. Да, это просто я предлагаю немножко оставить за кадром, потому что это применимо, ну, к чему угодно. Загадочная незнакомка, там, в принципе, идея великого зла, великого добра. Все, что, ну, там, любой троп автоматически, просто в силу того, что он становится тропом, может быть использован тупо. В этом смысле я солидаризируюсь с довольно большим количеством критик конкретных произведений с избором. Да, то есть не стоит думать, будто мне нравится любое произведение с избором, но в то же время сам по себе вот этот вот сюжет и этот мотив мне симпатичен. Я до какой-то степени предпочитаю избранных главных героев, ну, скажем, как минимум некоторым типажам неизбранных. И сегодня постараюсь объяснить, почему, и почему, на мой взгляд, это может быть полезно и в плане сюжета, и в плане ворлдбилдинга. И сразу должен сказать, что в первую очередь я буду ссылаться, конечно, на игры, немножко настольные ролевые игры, и на кино, с сериалами, к счастью, вот за книги тогда у нас ровно. Хорошо, хорошо. А я постараюсь с тобой, вот, Фед, не подраться в прямом эфире. Я в шутку, конечно. Мы с Леонидом, да будет известно нашим слушателям, что мы умеем находить общий язык, несмотря на абсолютную разницу порой наших мнений. Марина, ну что же, я готов направить оба этих вопроса и тебе. Расскажи мне, что для тебя избранный, и как ты к нему относишься, и с какими эмоциями встречаешь его в сюжетах, которые читаешь, видишь, смотришь, играешь, не знаю. Понимаешь, я отчасти пришла на подкаст для того, чтобы разобраться лично для себя в этом вопросе, потому что велик соблазн просто сказать, что, ааа, господи, нет. Но на самом деле тут надо делить мое отношение как читателя, мое отношение как человека, более-менее знающего стритейлинга, антропологию и так далее. Потому что с точки зрения второго вопроса сложно сказать, что такое избранный. У нас есть примерное представление, что да, это человек, без которого на старте невозможно какое-то глобальное действие. У меня лично подход немножко другой. Это человек, без которого невозможен финальный поворот, который благодаря каким-то своим качествам, наследственности, наличию определенных артефактов, особых личностных качеств. Это, конечно, более спорно, но я исхожу с точки зрения анимации, где самое щедрое сердце, самая добрая душа, самое отважное, тоже сердце и душа, это всегда метка какой-то такой избранности. Ну, то есть это в том числе поощрение этих качеств у детишек, разумеется, но это в том числе выделение конкретно вот этого персонажа на его фоне. Это не совсем то же самое, чем то, о чем мы будем спорить, но, тем не менее, это заставляет задаваться вопросом, собственно, о природе избранности. И я в том числе пришла действительно для того, чтобы как-то подискутировать на эту тему. Лично я, как читатель, его не особо люблю, но, скорее, по личным соображениям, которые мало имеют отношения к вопросу, мне кажется, что этот троп слишком легко использовать как компенсаторный материал, как и многие другие тропы. Но при этом, с точки зрения культуры, его критиковать несколько бессмысленно, потому что он будет жить намного дольше, чем мы с вами. Другое дело, чем он станет, во что он превратится. Ну, я бы поспорил, что критиковать бессмысленно вообще хоть что-либо, хоть самое вечное. Нет, разумеется, разумеется. Просто, ну, как бы, да, критика позволяет в том числе определить его место, определить его ценность, определить его спорные или, наоборот, сильные стороны, но по факту, как и любое культурное произведение, оно немножко больше нас. Хорошо бы в этом разобраться, конечно. Получается, Марина, ты сегодня в нашей беседе ищущий герой. Герой, ищущий свое предназначение и исследующий мир, по которому он пока не составил точного этого. Абсолютно моно-миф, абсолютный. Да, абсолютный моно-миф. Смутно надеемся, что по окончанию этого подкаста ты можешь вернуться к своим близким, чтобы помочь им бороться с мировым злом. Слушай, тенденция последних произведений как раз, наоборот, сводится к тому, что ты остаешься в мире, который тебя принял. Я надеюсь, мы еще об этом поговорим. Ну, дабы окончательно, так сказать, разграничить углы нашего боксерского ринга, я должен, наверное, и сам ответить на оба эти вопроса. И сказать, как я отношусь к проблеме, потому что, да, я во многом согласен с формулировкой Леонида, что это, ну, она, наверное, классическая. Что это герой, имеющий предназначение, а также особые и уникальные возможности это предназначение воплотить в мире. Это герои, чья уникальность, будь то пророчество, или особые силы, следующие вместе с этим пророчеством, или просто его выделение абсолютной, полной, тотальной из толпы. Все эти вещи вместе его определяют. Я заблудился в мысли. То есть, ну, я согласен с формулировкой Леонида. Ну, и я даже считаю, несмотря на то, что, как вы знаете, я не очень хорошо отношусь к этому тропу, я даже считаю, что этот троп избранного не исследован до конца, и нам предстоит еще открыть многие его грани. Но вот проблема в чем в этих исследованиях, и тут я хочу заранее поспорить. Мне кажется, что любое его исследование, при всей его простоте, при всей его изначальной, не такой уж и большой сложности, любое его исследование дальнейшее превратится в его деконструкцию, а значит, троп избранного перестанет быть историей про избранного. И если же говорить о моем отношении, то при всем том, что я к нему не отношусь как к чему-то простому, заведомо глупому и заведомо нелепому, мне кажется, что дальнейший прогресс искусства, в том числе фантастического, лежит в постепенном отступлении от истории об избранных. Это было хорошее начало, но это, мне кажется, началом устаревшим, и сейчас мы тянем его за собой из истории, как не то, чтобы даже мертвый груз, но как то, что нас порой отягощает. Я считаю, что со временем истории об избранных должно и будет становиться все меньше, и это будет более или менее естественный процесс, потому что, может быть, обществу они будут менее нужны, или, может, само искусство в своем прогрессе зайдет чуть дальше. И я с нетерпением и с огромным интересом слежу за этим процессом. Как видите, дорогие слушатели, мы не во всем совпадаем. Интересно, куда эта беседа ведет. Но начнем мы сначала. Начнем мы, Леонид, наверное, с вопроса о тебе и с небольшой исторической справки, если захочешь очень небольшой. С чего начался этот троп? Кто-то говорит, что с истории о самом Иисусе и его предшественниках, с историй мифологических, божественных, кто-то говорит об историях героических. Может быть, не так важно, кто был первым, но как выглядел этот самый первый миф? Как выглядели эти классические истории об избранном, о герое, который принесет своему народу благо, который сразится со злом, с титаном ли, с дьяволом ли, с чудищем из морской пучины, с минотавром или с медузой? В каких условиях эти истории создавались и почему они такими были? И как люди в то время к ним относились? Не кажется, Леонид, ты лучше всего сможешь об этом рассказать? Может быть, иногда повторяй свою статью, но, как мы знаем, не все из нас читают журналы. У нас некоторые слушают только подкасты. Ну, это, мне кажется, хорошая основа для беседы. Я вот, например. Леонид не читатель, Леонид писатель. Здесь как раз мы приходим к довольно сложной штуке, потому что образ избранного, он вроде бы тот, который я сказал. Но в то же время мы понимаем, что когда мы его критикуем, даже когда он нам нравится, когда мы в целом обсуждаем как бы мотив избранного в современной культуре, когда мы называем избранными Гарри Поттера, Нео, Фрода, Анга, кого угодно еще, мы немножечко оставляем за кадром очень такое важное отличие между нами и, скажем, людьми, не знаю, эпохи, как бы начало на шее современного исторического искусства, условно говоря. Потому что у нас существует, как эта схема выглядит для нас? Есть все, как бы, некоторая масса людей. Она живет, более или менее, контролируя свою жизнь. Ну, на каком-то таком философском. А когда они не контролируют свою жизнь, это плохо. Тирания, диктатура, бедность, добавили бы левые какие-нибудь здесь, да, там, социальные факторы. Ну, некоторая такая принципиальная схема подразумевает, что вот люди могут до какой-то степени управлять своей жизнью. И, как бы, мы, когда мы спасаем мир, получаем классную работу, влюбляем в себя какого-то симпатичного нам человека и любого какого-то иного достижения добиваемся, мы, ну, в широком смысле делаем это как бы за счет наших усилий. Опять же, тут можно поругать эту установку в рамках повседневности, но вот критика избрана в кино, в играх и так далее, она подразумевает вот эту вот идею, что все вокруг отдуваются своими силами, так сказать, сами качаются, сами тренируются, сами рискуют. А из этой вот массы людей, каждый из которых один на один с окружающим миром, выделяется кто-то особенный, кто-то уникальный. Ну вот матрица здесь прям идеальна, например, да? У нас есть, ну, там такая трехступенчатая схема, там не совсем вот эти безликие массы, есть крутаны, которые в силу своего панковского взгляда на мир оказались хорошими кандидатами для того, чтобы их рекрутировали в сопротивление, а есть Нео, который его избрали. Ну, первую матрицу сейчас берем, не трогать на вторую. И вот обычно, когда мы говорим о мотиве избранного, у нас в голове примерно такая картина. И если говорить о том, когда эта картина начинается, то, как бы, ну, где-то в самое раннее, я бы сказал, в веке, в 19-м, скорее всего, в общем, в 20-м. Потому что, скажем, в эпоху, там, да, в эпоху Иисуса. Ну, вот я не, да, чтобы, как-то, понимаете, не оскорбить чувство верующих, я буду в основном из исторических примеров, скорее, до Средневековья. Можно о мифологической, а в античной Греции говорить, например? Ну, вот я не очень люблю античную Грецию, давайте буду на рыцарский роман поселиться. Потому что в эпоху, в которую, ну, и в мифологическую эпоху, в которой происходили события артурианы, и в реальную эпоху, в которой происходили события, в которой писал, ну, Мэл, например, собирал истории про Артура, избранными были все. Вопрос был в том, для чего. Ну, мы, в общем, даже на самом деле это знаем, ну, если как-то интересуемся историей религии, да, и даже на таком повседневном уровне, мы лишь легко можем вспомнить, да, ну, вот начиная от этой, там, бесконечной присказки, там, на все воля Божья или иншалла, да, в исламе заканчивая, там, идеями кармы, в буддизме, там, в религиях индийского города, не только в буддизме, и, там, похожими концепциями, там, в большом количестве других религий. Да, люди, в принципе, в архаичном, в домодерном, даже не только архаичном, скажем так, до просвещенческого. Прости, я немножко тебя прорву, на секунду буквально, ну, это же не только религиозная идея, так как мы говорили о Бартуриане изначально, это еще потом стала идея и светская, то есть о том, что некоторые рождены с голубой кровью, и им суждено вот это вот делать. Да, это же религиозная идея. Да, ну, в смысле, из религиозной выросли и светские. Да, из религиозной выросли социальные институты, да, вот. Ну, они как бы, они закреплены были в религии, да, там, условно говоря, там, Кан, Варна, они же касты в Индии, было религиозное обоснование, что не означало, но при этом они, да, всю жизнь человека определяли нам вот колени вперед, то же самое, с сословиями. Избранный каждый. Да, каждый из нас имеет некоторую, ну, судьбу, которая ему предназначена высшими силами. В разных религиях и культурах могла различаться, ну, степень определенности, да, там, в некоторых направлениях ислама, там, каждый вздом, да, каждый шал человек определен, да, мы просто вот полностью, почти. В некоторых направлениях, ну, и в том числе и в исламе, это не христианство, как бы у нас было больше, вот, как сказать, пространства для маневра, где-то, например, подразумевалось, что все события нашей жизни предопределены, но мы контролируем наше отношение к ним, и за счет этого, собственно, заслуживаем спасения или нет, там, да, там много было разных вариаций, но в какой-то степени все были избраны. И в этом смысле, там, уже возвращаемся, собственно, к чему-то интересному, да, как бы из скучной исторической справки. Король Артур, он, как бы, является прототипом современных избранных. Да, все вокруг, как бы, дурачки, никто не может достать меч из камня, а король Артур может. В этом смысле, да, возникает еще, что за дела-то, почему так? Но в конечном итоге, это просто констатация того, что, ну, монархия существует. Человек становится королем, потому что Бог ему предназначил, как бы, стать королем. И единственное, в чем, собственно, проявляется какой-то такой твист, то есть это в том, что Господь по своей великой милости дал нам грешно в этой схеме наглядное доказательство, да, чтобы мы не тупили и, там, не провозгласили случайно королем, чем, ну, что, собственно, произошло, вообще-то, это человека, которому Господь этого не завещал. Все, вот, вот вся избранность. В остальном, да, и это имеет, в том числе, практические какие-то коннотации, да, и следствие, из-за чего нам бывает очень сложно провести границу. Избран ли Галахат найти Грааль, да. Является ли Галахат человеком, который заслужил найти Грааль, потому что он храбрый, добродетельный, один из немногих рыцарей, который нормально ведет себя женщинами и так далее, тоже дал. И это бесшовная связь. На всех из нас, ну, из них, на какого-то взгляда, из них, наверное, правильно сказать, там у Бога есть фланг. Да, точно так же, как там в азиатском контексте, это было бы там все, мы там, да, движимы кармой, все мы там, да, подчинены своему дау, всем нами доправляют каким-то образом. Небо там, ну, регионы, то есть варьируется. В таких условиях сказать, вот я много думал, когда готовился к этому подкасту, какого персонажа я могу назвать вот ближайшим к современному пониманию избранного, но вот максимально в древности. Я сообразил, это Жанна Дарк. Вот Жанна Дарк действительно, да, это человек, которого относительно произвольно выбирает, ну, ну, скажем, с точки зрения сюжета Жанни Дарка, естественно, ради довольно специфической произвольной цели, да, как бы она не занимает определенное, уже заданное ей место в обществе, там, место короля, место рыцаря, место крестьянина, священника, да, для нее, как бы, создается некоторое новое положение для женщин, сначала женщины в мужском костюме, на самом деле, а дальше все остальное уже прицепом к этому шла, и она, вот, повинуясь, предположительно, воле бога, выполняет некоторое такое, не совсем прорун, там, пророчество, предначертание, да, некоторую свою божественную миссию. И характерно, что фигура Жанны довольно уникальная. Хотя, тут заметить, очень забавно, конечно, Жанна ужасно похожа на современных избранных, потому что, например, напомню, что ей было 16 лет, когда она все это делала, да, она была очень молодой. И, на самом деле, может быть, ближе к концу, нужно, я еще вернусь к Жанне, чтобы предчеркнуть, чем вот этот вот образ таких прото-избранных отличается от современных. Некоторый спойлер, судьба Жанна как раз очень хорошо демонстрирует, чем вот эти вот около-избранные на раннем этапе отличаются от современных. Потому что, если ты... Слушай, прости, если я тебя прерыву, но я просто вынужден прерывать маналу. Скоро, скоро он, наверное, снова начнется. Я просто хочу уточняющий момент. А у тебя, вот когда ты думал о том классическом избранном, не было бы примера чисто выданного персонажа? Потому что моя проблема с идеей Жанны, и я просто не смог удержаться сейчас, чтобы тебя не прерывать, еще раз извини, в том, что сначала был человек, а потом уже был герой. И сначала была реальная история, а реальность, как мы знаем, гораздо сложнее любой выдуманной истории, и гораздо более... А вот нет! И ярко над ней возвышается. Я не могу просто воспринимать историю Жанны Д'Арка как чисто сюжет, потому что чисто сюжет возник после и был воздвигнут вокруг реальной истории, которая, ну, не была это. И мне еще кажется, что сюжет привел в итоге к классической истории о мученичестве, о том, что человек вот говорил то, что думал, благо делал, и в итоге его за это йог. Что, в общем-то, логично, ну, я к тому, что мне не кажется, что он закончился оригинально в контексте того времени, даже если говорить об этом чисто как о сюжете. Извини, продолжай. Ну, а вот нет! Я много перебирал кинок. Ну, понимаешь, если угодно, тогда можно сказать, что поскольку, собственно, миф о Жанне формируется, ну, в современном виде, в полностью, это 19-й век, ну, вот как бы мифологическая Жанна 19-го века, потому что до этого, ну, я особенно... Да, ну, мы можем сказать, ну, блядь, да, там с очень большой натяжкой, ну, не знаю, что Д'Артаньян, который практически с первой же страницы нам заявляется как невероятный фехтовальщик, и нигде не объяснено, почему он, собственно, такой фех... Ну, не с первых, да там, с третьей, кажется, главы. Ну, вот что-то такое, да, или там в этой же логике Дон Жуа. Ну, понятно, что это уже немножко такая граница между избранными и Мэри Сью, которую мы затронем, но которая всё-таки не очевидна. А вот именно чистый вода избранных, ну, вот мы либо можем назвать таковыми любого абсолютно мифологического персонажа, но тогда мы довольно быстро понимаем, что мы можем назвать таковыми так же, там, любого короля, любого римского императора исторического, потому что все они, с точки зрения людей своего времени, заняли своё положение в силу активного соучастия высших сил. Да, никто из них не сделал это, потому что он был таким замечательным, потому что мы вообще ничего не можем сделать, потому что мы такие замечательные. А вот если говорить именно вот на что, о чём-то похожем на современное понимание избранности, то, наверное, самое старое что-то такое. А можно я немножко перебью? Да-да-да, конечно-конечно. Как ты считаешь этот вопрос к Мэжосову? Является ли труп избранного... Ну, то есть ты сказал, что да, это идёт в основном из религии, я с тобой согласна, но мне кажется, что это не только вопрос религиозности, сколько вопрос неожиданного становления литературных жанров, потому что если опираться там на устное творчество, я сейчас отсылаю как раз к доктору христианским мотивам или внехристианским, они не то чтобы не трогают вопрос избранности, но он как бы становится сильно второстепенным относительно космогонии, относительно самих приключений, относительно там жанра. Ну, а что ты имеешь в виду? Как пример. Заодно. Думаю, читателям будет интересно, слушателям. Окей, конечно, я опираюсь на внехристианские мотивы, типа нгоносанских сказок и, в общем, сказок малых народов, где этот трог практически отсутствует. В том числе у меня были вопросы по поводу, например, греческой мифологии. Я знаю, что ты ее не любишь, и там как раз действительно можно проследить очень важный мотив избранности, но мне кажется, что он во многом связан не столько с органично присущей концепцией рока, сколько с тем, что мы выкладываем довольно разрозненные истории как единый нарратив. И это уже вопрос литературы. Конечно. И об этом тоже поговорим. Очень много это как раз то, почему мне нравится образ избранного уже в контексте современной, конечно, популярной культуры. Потому что, когда я вижу персонажа, который справляется со всеми проблемами без малейших затруднений, и при этом избранным не является, у меня как бы глаза кровью выливаются. Я вот тут как раз, это не связано с подкастом, просто как совпало, я тут в очередной раз для себя актуализировал существование сериала «Декстер», и у меня прям настроение испортилось. Как же я ненавижу вот этот вот троп персонажей вроде «Декстера». Просто, господи, у меня прям зла не хватает. Скажите тогда, что он там хотя бы, не знаю, воплощение сатаны на земле. Ну как-то объясните, почему все вокруг него такие кретины. Он один всех обвозит вокруг пальца. Ну это же часть плутовского романа. Но есть один герой плут, который по определению умнее всего окружения. Да, здесь он еще кровавый. Но как бы... Да, но это не мотив избранности, это скорее мотив истории самой. Это самопостроение истории такое, которое можно... Как любитель сериала «Декстер», я скажу тебе так, у меня глаза кровью наливаются, когда герой преодолевает все свои затруднения в сюжете крайне легко, независимо от того, избранный он или нет. Я не считаю, что избранный не должен терпеть затруднений. Я даже считаю, что у хорошей истории избранного, у сколь-либо компетентной истории избранного, затруднения, по крайней мере, в современном смысле этой истории, мы не говорим о каких-нибудь «Приключения Геракла». Да, конечно. Это важнейшая часть этих затруднений. Так, в том числе и без них, во многом без них, избранный превращается в одну из вариаций Мэри Сью. Важное упоминание для наших слушателей, что да, сегодня мы будем говорить в том числе и про известный сюжетный троп Мэри Сью, но мы прекрасно понимаем, что не все избранные это Мэри Сью, и не все Мэри Сью избранные. Очень много героев есть, которых критикуют за их преодоление всех передряг, каких только можно, всех препятствий, одним легким движением руки, что они влюбляют в себя всех вокруг, но при этом избранными они не являются. Их трудно ими назвать. Ну, кстати, может быть, с точки зрения Леонида как раз Декстер один из таких героев. То есть тебе он не нравится потому, что он Мэри Сью, а не потому, что он избранный. Нет, так как раз если бы он был бы избран, он, может быть, меня раздражал бы чуть-чуть меньше. Там много всего сложилось. Я, знаете, если их слушателям будет интересно, я бы, может быть, даже целый подкаст устроил бы, знаете, поговорил бы про вот эту волну антигероев, таких вот полуантигероев, там, начиная, не знаю, с условного Доктора Хауса, Декстера, там, про Шерлока можно было бы поговорить. Отдельная такая большая тема. Нет, и Декстер как раз не является... Функциональных социопатов. Да, Декстер как раз не является избранным, но, с моей точки зрения, конечно, да, является Мэри Сью. И, естественно, понятное дело, что это разбираться в сортах не очень хороших сюжетных решений, но мне кажется, что если уж у вас как бы появляется такой персонаж в произведении, то хотя бы как бы меньшее, что вы можете сделать, это как бы дать его уникальным талантам мистическое обоснование. Хотя, конечно, понятное дело, что желательно таких персонажей в принципе не вводить, и, да, это, опять же, наверное, стоило проговорить. Ну, ладно. Мы к этому, может, еще чуть-чуть вернемся, обсуждая феномен Мэри Сью и феномен плохого авторства, хорошего авторства и того, что судить, а что не судить, и осуждателей нет. Но, наверное, подытоживая историю с первыми избранными, с первыми и вторыми, и третьими, и пятыми, примерно до 19 века, я думаю, все здесь согласятся на этом анткасте, и уже на эту тему, наверное, никто из нас не будет спорить, скажите, если нет, потому что я вот не буду, что до поры до времени истории об избранном очень классические истории, очень четко отображали и настроение, и психологию того общества, в котором они возникали. И очень многие из этих историй пришли к нам из этого времени, несмотря на то, что наши отношения к миру и наша мировая философия прошла огромный прогресс с тех пор. Но в те времена эти истории целиком отвечали психологии людей, которые жили тогда. Возможно, многие с ними были не согласны, но, увы, увы. И, возможно, первые подвижки современных избранных можно отследить еще в какое-нибудь новое время. Я более чем уверен. Но я думаю, что все согласны, что эти истории были актуальны для большей части планеты в флоте, наверное, до XIX века. С этим я спорить не буду. С этим я согласен. Я думаю, это было в том числе твоим основным поэтом, когда ты рассказывал о, так сказать, предтечах избранных, о Гераклах и Тисеях. Видишь, я хотела бы добавить, что просто наполнение было принципиально иным. Да, троп, в общем, вечный, он существует с незапамятных времен, но то, что под ним подразумевали в дохристианскую эпоху, в христианскую эпоху, в эпоху начинающимся гуманизма, в эпоху руманизации, в эпоху становления психологии это принципиально разные избранные. И даже жанр эпической фэнтези, темного фэнтези или какого угодно фэнтези, который апеллирует как раз либо к романтическим, либо к традициям рыцарского романа, они содержат принципиально иную историю. Так что, да, я отчасти с тобой согласна, с другой стороны, мне кажется, что мы не совсем можем говорить об одной и той же истории избранных. Это очень разные истории избранных. Это верно. Слушай, а вот скажи мне, если ты можешь раскрыть мысль просто вот твои основные виды избранного для тебя, у тебя есть какое-то вот в голове разграничение, как ты их можешь описать? Вот 2, 3, 4. Потому что у Леонида, я знаю, точно есть, но у Леонида я уже спрашивал первым несколько раз, и это так будет неинтересно. Боишь, я уже вначале сказала, что для меня это, в общем, большой и путанный вопрос. Ты справедливо ответил, что не любой герой, обладающий сверхспособностями это избранный? Разумеется, нет. Мне кажется, избранный имеет не столько видовые отличия, сколько жанровые. И даже внутри жанра они очень разные. Есть условный Морисью, который тоже не всегда избранный. Есть условно темное квазиреалистическое фэнтези, где герои формально не избранные, но именно от него, именно от его качества, именно от его опыта, именно от его бэкграунда зависит финальный поворот. И в какой-то степени он избранный, потому что иные этим не владеют. Есть такая наивниковая детская литература, где, ой, ты клёвый ребёнок, и ты был рождён от короля такого-то, или ты обладаешь... Ты был счастливой звездой. Да, ты был счастливой звездой. В общем, ты классный чел, давай к всех нас спасай. Меня немножко раздражает, когда эта тропа перетекает в как бы тёмное фэнтези. Я в этом отношении ненавижу Алису в стране с Юдиас Бёртона, потому что вы позиционируете историю как одного жанра, по факту, это абсолютно стандартная детская наивниковая фэнтези, где есть особенная девочка, которая вот... А мне казалось, что он и не пытался. Ну ладно, не будем честны. Нет-нет-нет, ну слушай, слушай, там же как раз очень много вот этого вот тёмного, даркового. Ну это же классическая вот эта вот игрушечная готика Бёртона, да? Ну давай мы не будем там называть Битлджуса хоррором, а Алису реально тёмного фэнтези. Естественно, нет. Но понимаешь, и маркетинг, и поведение героев внутри истории, оно не столько сказочное и не столько готическое, не столько соответствующее его эстетике, сколько пытающиеся деконструировать как раз сказочную модель. Меня именно это раздражает, хотя он в основе своей сказка-сказка. Ну то есть, смотри, ты говорила в Кэролловской Алисе Алиса попаданец в этот сказочный мир. Да, абсолютно. И она там чужак, она аутсайдер, и она просто перспективует своего аутсайдерства, нарушает местные правила и изменяет этот мир. А в Бёртоновской Алисе её ждали, про неё было пророчество, она должна свернуть королеву. Вот тебе Алиса меч, вот тебе белая королева, чтобы её защищать. Давай, иди, собака такая по пути героя. Меня тоже, кстати, я прекрасно разделяю. Я правильно говорю? Да, 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 абсолютно, абсолютно. Знаешь, меня бы это не раздражало, если бы это был ТВ-шный мультфильм 80-х, 90-х. Тогда таких было много. Особенно «Щелкунчик». Особенно... В «Щелкунчике», кстати, этого было достаточно много. Как человек, который посмотрел город ТВ-шных американских мультфильмов как раз с конца 80-х, начала 90-х, вот да. Знаешь, я говорю, для меня важна даже не жанровая частота. Естественно, сейчас это невозможно. И, кстати, раньше было невозможно. Я раньше задала вопрос «Мой же с подвохом». На самом деле, это отчасти было вызвано отчаянием, потому что как раз в том числе раннехристианские сказки как раз полнятся историями избранных. Там идет какой-нибудь святой колен, который имеет особенную святую воду. Вот он там у Фейри ее разбросал. Вот он благодаря своей благости и благодаря той же самой святой воде с драконом сразился. Ай, какой он классный, какой он молодец. Слушай, на самом деле, темой солиста, ты понимаешь, еще один важный момент, который мне не нравится в «Трупах Произбранного», прокрадывается в истории оригинальные, с этими новыми упрощенными трактовками, в те истории, в которых они, в общем-то, и не нужны. Случай с Алисой для меня в этом плане очень показательный. Поэтому твою нелюбовь к Бертоновской версии и к тому, что там они решили воткнуть, это не особо нужное пророчество. Я искренне разделяю. Это для меня одна из проблем этого тропа, что он такой устойчивый и такой легко приплетаемый и такой архетипичный, что его очень просто вшить в изначально гораздо более тонкую, гораздо более сложную историю. И он вот этой грубой нитью прошитой её упрощает, её делает гораздо менее, ну не то чтобы интеллигентной, эстетичной. Вот, менее эстетичной. Как простые линии уместны на одной картине, сложные или более гибкие на другой. И вот эта простая линия резко вторгшаяся в мир гибких. Иногда это намеренный контраст и может работать. Но очень часто это решение для меня смотивированное желанием сделать побыстрее, да попроще, да полегче. Вот. Здесь, если что, я с тобой полностью соглашусь, но это то, с чего я начал. Понятно, что к избранному применима как бы вся критика, которая применима к любым устойчивым тропам. Когда у нас там... Проблема в том, что этот устойчивый троп, он настолько архетипичный и настолько изначальный в фэнтезийных историях и фантастических, что к нему она, на мой взгляд, то есть я понимаю, что можно приравнять, что да, не пишите плохо, пишите, пожалуйста, хорошо. Но просто с него, с этой истории об избранном очень много начинается. Вот. Очень, начинаются очень многие проблемы. Ну, когда у нас в каждом произведении есть роковая красотка, у меня как бы тоже возникают некоторые вопросы. А что, никаких других женщин на планете нет? Ну, то есть здесь как бы да, это... А я тебе скажу так, роковая красотка ломает часть произведения, избранный ломает всё восприятие от произведения. То есть любой банальный образ это проблема, потому что он банальный. Для меня, по крайней мере. Есть люди, кстати, с которыми я вот передаю привет нашему коллеге Павлу Ильину, который со мной спорит о болезненном стремлении к оригинальности, что всё обязательно должно быть оригинально. Типа не должно. Не, я с этим тоже спорю. Я против болезненного стремления к оригинальности. Да, что, да, окей, любое банальное раскрытие тропа, который тысячу раз присутствовал везде и всегда, например, роковой красотке, оно плохо. Но просто некоторые тропы делают больнее, сильнее. Одни откусают за палец, а другие откусывают ногу. Понял мою аналогию? Ну, как бы не согласен, но понял. Этим связано моё особое отношение к тропу избранного и то, что я сегодня пришёл сюда, ну, не в праведном гневе, а с тем, чтобы сказать, что пора, ребята, попуститься с ним. Понимаешь, мне не совсем это кажется, потому что, ну, я говорю, я приходила с точки зрения анимации. И я согласна, опять-таки, с Леонидом, что эта история скорее 20 века, поскольку вопрос о персональной индивидуальности ребёнка не то, чтобы не стоял. Естественно, это, в общем, как только изменились воспитательные практики, как только изменилось отношение к детству, это скорее конец 19 века, тогда, естественно, начали обращать индивидуальность ребёнка, а потом её как-то постепенно раскручивать, раскручивать и так далее. Мне кажется, что история об избранном, помимо того, что они могут нести какую-то художественную функцию, быть элементом жанра, быть элементом нарратива определённого, быть элементом ретравматизации ухода в фантазирование, он ещё решает, на самом деле, очень важную функцию, от которой люди, мне кажется, не откажутся. Это такой вот поиск решения проблем в сложной ситуации. И просто именно мотив избранничества, как ни странно, он может действительно показывать статусность, может показывать, что вот ты отмечен звездой и королём, чёртом лысым, может как раз у тебя лежит такая вот невероятная ответственность, с которой тебе непонятно, что делать. Ну вот как раз классический пример «Властелин колец», это «Звёздные войны». Да, на них много играет случай, на них много играют магические друзья, которые естественно возникают при этих особенных условных данных, но это в том числе история преодоления какой-то внешней проблемы, которую ты можешь легко перенести на внутреннее. И, естественно, критика в таком случае обоснована, она нужна, она обязательно, но просто этот сюжет решает в том числе такую очень важную функцию, от которой люди действительно не откажутся. Я просто не считаю, что эта функция уникальна именно для сюжета об избранном. Преодоление и ответственность очень хорошо работает и с героем, который не был создан для этой функции, мы знаем, и много таких героев. Хрестоматийный пример, как раз недавно обсуждаемый на другом подкасте, можно, например, вспомнить историю Эллен Рипли из «Чужого», я думаю, знакомого целиком, в которой на неё и сваливается и ответственность в процессе нескольких фильмов, на неё сваливаются и проблемы. В первом фильме вообще не до конца понятно, главный герой она или не главный, и избранной она не является как минимум до четвёртого фильма. А вот тут уже вопрос жанровости, мне кажется, потому что если ты используешь... Я к тому, что эту функцию могут выполнять очень разные жанры, не только жанр про избранных, она не уникальна для него. И здесь я на самом деле сказал бы, я потом думаю сказать, но очень уж удачный пример, моя критика образа избранного состоит в том, что образ избранного очень сильно закрепляет конфликт как очень внешний. Но это не проблема избранного. То есть моя мысль в чём? Если у нас внешний конфликт в произведении, когда мы спасаем королевство, город, планету, вселенную, тогда обычно, в среднем, ну вот, мне ок с избранными. Ну, дальше там, конечно, возникает вопрос, хорошо сделано, плохо и так далее. Но, может быть, нам просто произведений с таким конфликтом нужно меньше. Да, я имею в виду, что Рипли не спасает никого, кроме себя и Катан. И более того, дело даже не в том, что она провалилась в чём-то, что это такая трагедия, где она пыталась кого-то спасти, но не смогла. Там этой ставки не было изначально. Это, в сущности, очень локальная история. Ты только о первом фильме говоришь, я так понимаю. Да, да, я про первое. Это, в сущности, очень локальная история. И, на мой взгляд, именно поэтому хорошо сработавшая. И вот здесь вот как раз действительно можно заметить, что избранные с одной стороны как бы немножко подталкивают создателей контента к тому, чтобы снова и снова делать истории со срочных их внешних конфликтах больших. Но, с другой стороны, нужно заметить, что есть огромное количество историй, где у нас нет избранности, есть всё равно вот этот внешний конфликт, и они, на мой взгляд, самые вредоносные. То есть у меня с ними больше проблем, чем с историями, где у нас есть роботик. Ну, приведи пример таких вредоносных для тебя историй. Есть ли что-то такое прямо на языке вот так вот сходу, чтобы сказать? Легко, с видычок. Да. То есть как бы насколько меня бесит Малкор Рейнольдс, я словами просто не могу передать. Бедняга. Ох, бедняга. Бедняга ты не потому, что он тебя бесит, бедняга потому, что на тебя сейчас это, ты сейчас подставляешь себя под ловину народного гнева добровольно, под удар топора. Абсолютно. Сочувствую тебе заранее. Ну, надо сказать, что пред в Светлячке, надо отдать должное, в сериале у нас был, собственно, локальный конфликт, что меня несколько примерял с этим произведением, и что характерно, что когда в полнометражке они как раз вводят, да, вот такую большую историю, заговор, какой-то фигаговор, и так далее, там появляется избранная, да, это не Рейнольдс, забыл, как девушку зовут, Ривер Тэм, да, она же перепутала с другим персонажем, да, Ривер, Ривер, да, который как раз такой классический избранный. Ну вот, да, супергероики какие-то персонажи, которые скажут, супергероики, как же они, понятно, что многие супергерои являются избранными, но там есть разные градации, со следами меня периодически вот это вот раздражает. Почему, собственно, вот он должен спасать мир? Почему не все, да? Я понимаю, что это некоторая художественная условность, нам нужно быть персонажей, за которым мы следим, сложно показать массы людей в художественном произведении, но тем не менее, да, это раздражает, да, какие-то персонажи условно там околореалистичных жанров, всякого рода гениальные детективы или наоборот гениальные преступники, у которых там просто все получается, история которых часто имеет очень большой такой пласт того, что они мир вокруг себя меняют, а не только сами на что-то такое трансформируются. То есть ты не любишь Арсена Люпена, я так понимаю? Я вот сейчас, понимаешь, может, Дарьев Грязь с лицом я не читал. Я хотел сказать, просто уточнить, что я наоборот, я очень люблю персонажа Малкона Рейненса и считаю как раз его тем самым героем нового вида и тем героем, которых должно быть в нашем мире побольше. А можно я добавлю немножко к Мэжесу? Извини, что перебиваю. Мой любимый, нелюбимый, вернее, пример, это российские современные такие пафосные блокбастеры. То есть у нас есть, при этом там есть классические избранные, на самом деле. У нас есть в вызове условное докторство, которое превзойти никто не может, хотя оно абсолютно не готово, и так далее, и так далее. У нас в Чернобыле есть пожарный, который лучше работников станции разбирается, как эта станция работает. Чернобыль с Козловским, конечно же. Да, с Козловским, Амин, я, собственно, заранее уточнила, что имеется в виду российские фильмы, квазибиографические, где никто, кроме нас, никто, кроме них, вернее, ну, на самом деле, никто, кроме нас имеется в виду. И формально имеется в виду, что вот они такие простые люди, их выцепливают, может быть, из них непростые, там, безумные гении, вот этот вот тренер движения вверх, он весь из себя такой необычный, он весь из себя такой особенный, но при этом он как бы не особенный, он как бы на самом деле мужик, который отчасти не хотел своей ответственности. Как же это бесит. Ну, помимо того, что он несет абсолютно отвратительные функции, мне в этом отношении просто в своем гетто детской литературы. Ну, тут мы опять смешиваем немножко понимание вот этих вот Мэри Сью героев, героев, которым все дано и у которых вот уникальные способности. Я хотел как раз, мне кажется, максимально уместное место, чтобы это спросить. Есть ли у вас грань, где способности уникальные герои и то, как сюжет их предлагает, то, как он их рассказывает? Окей, мы исключим идею пророчества. Я думаю, мы уже все поняли, у меня было в плане, чтобы спросить Ленида о современных избранных, но думаю, уже понятно, что в современных избранных мы все реже встречаем идею пророчества или хотя бы четкого пророчества как такового. То есть, там, не способно богами свергнуть мировое зло. Ну, наверное, несправедливо называть всех героев, обладателей уникальными способностями или, там, безумно талантливых или лучших хирургов на планете Земля избранными. Где для вас пролегает грань, где перетекает уникальность способности в понятие избранности для таких героев, вот этих избранных нового вида? Или есть ли она вообще для вас? Мне вот это интересно узнать. Кто хочет первый? Тут может взять микрофон с руки. Посмотри, тут довольно сложно. Потому что я лично, знаешь, как потребитель контента, вообще хотел бы, чтобы мы просто вернулись к идее судьбы и, как бы, мне не хватает мотива судьбы, мотива пророчества, буквально, в современных произведениях. Тут, ну, еще такой момент, я много играю в видеоигры, поэтому для меня современные произведения это часто фэнтези, то есть такие штуки, где как раз это смотрелось ну, прям довольно органично. И в этом смысле для меня, конечно, когда я говорю про избранного, ну, там, с моими, там, с игроками НРИИ и так далее, я скорее подразумеваю, что я буду вводить там прям какое-то такое пророчество, избранничество, конкретную миссию какую-то, да, а не просто такую общую крутизну. Но в то же время я просто, ну, констатирую факт. Огромное количество людей называет избранными всех подряд. Там вот незадолго, да, там еще когда только задумывали этот подкаст, да, там одна моя знакомая буквально там в одном предложении назвала избранным Герольда Андрасте. Назвала в одном предложении Мэри Сью и избранным Герольда Андрасте из третьего Дрэгон Эйджа, хотя строго он не является ни тем, ни другим. Он просто является персонажем, у которого есть некоторая уникальная способность, полученная им, как мы узнаем по поводу сюжета, по сути дела, механически, да, я имею в виду. На самом деле, это почти такой Халк, как бы, да, чувак, как Андрей Чувиха, оказался в эпицентре взрыва и его облучило. И поэтому он теперь может делать что-то такое. Ну, и я понимаю, что я могу сейчас начать, как бы это сказать, ну, вот, воевать, да, как бы насмерть стоять на этом холме и говорить, нет, это не избранный, избранный, это только персонажи, про которых есть пророчества. Но это такая немножко бессмысленная софистика и трата времени. Очевидно, что слово употребление уже куда-то там улетело в далекие дебри. И зачем здесь пытаться остановить в одиночку лавину, ну, просто непонятно. Да, и в таких условиях мне кажется, что, я вот сейчас передам слово Марине, что действительно становится просто скорее функцией жанра и конкретного нарратива. ну, как, не знаю, опять же, в том же самом Драганейджи, серые стра, там пара серых стражей, которые являются главными героями. Понятно, что серых стражей целый орден, но как бы в рамках этой истории, да, если мы смотрим не на лор мира, а вот на конкретную историю, они реально работают как-то. Марина, что скажешь ты? По фактам. Я просто, на самом деле, на самом деле немножко задумалась. Я вначале сказала, что я в том числе хочу разобраться для себя в этом вопросе. И вот пока Мойжес говорил, у меня мысль ушла немножко в другую сферу. Являются ли избранными, например, охотники за привидениями? Ты можешь его звать Леонидом, я уверен, он будет не против. А я по привычке. Да, мы много общаемся помимо подкаста. Обычно у меня строго можно звать Леонид, можно Мойжес, у меня одинаково. Да, да, да. Ну, да, с фамилиями, которые очень звучны, искушения слишком большие. Я тоже иногда не пренебрегаю. Так вот, Файницкий. Да, Файницкий. Очень приятно. Я вначале сказала, что для меня избранный это даже не тот, с которого начинается старт истории, а тот, с которым она на самом деле заканчивается, тот, который в итоге оказывается поворотным. Но тут я задумывалась действительно об охотниках за привидениями. Без них финал не работает, потому что только они имеют определенное оборудование, только они имеют определенные навыки. Новых охотников. Да вообще, нет, кто может победить козорь, кроме они? Ну, технически там их может кто-то расстрелять, но по факту это плохо работает. И мне кажется, что важной, например, штукой, которая против... Сейчас я очень сильно далеко отойдут вопросы, потому что мне нечего на него ответить, и поэтому я буду вкидывать новые тейки. Да, говори, говори, у нас вольный регламент. Великолепно. Например, является рутинизация. Насколько особенность действительно особенность, и насколько твоя особенность является частью твоей рутины. Вот. Потому что мы сейчас говорим про избранных, мы подразумеваем особенные предназначения, или там, я в том числе привела российские фильмы, ты со мной немножко поспорил, я имела в виду в первую очередь, что у них действительно есть не просто какие-то навыки, которые заставляют их призывать, а вот прям действительно сюжет ставит их в образы, там, кого Иисуса, кого людей, которых вообще никогда никто ни за что не может заменить, и которые обладают совершенно невероятными душевными качествами, если бы их история была более рутинной. Мне кажется, они не были бы, мы бы их не называли избранными. Ну, то есть, какие-то люди, например, да, вот Леонид вспомнил своего знакомого, я в свою очередь могу вспомнить прекрасную критику моей книги, где, а, у нее там есть волшебная способность, значит, она избранная. Ну, окей, может быть. Мне кажется, что избранный действительно на самом деле в том числе определяется не только жанрово, но и то, как сюжет. Как построен сюжет. Вы знаете, вот я хотел сказать, я слушаю вас, понял, что все мои претензии к избранным касаются вплотную именно таких избранных, где присутствует мотив судьбы, то есть, мои претензии, знаете, глобальные, не локальные, типа, написано она плохо или написано она неудачно, можно было сделать лучше, а вот именно глобальные как концепции. Наверное, они вплотную касаются именно тех избранных, в историях которых существует концепция судьбы, пророчества, высших сил, то есть, и я долго ждал этой шутки в подкасте сказать, избранный должен быть легитимно избранным. То есть, он должен быть избран какой-то силой, какой-то силой извне, и если его избранность исходит от него самого, то для меня это не то, чтобы даже и избранность, для меня это просто сюжетная функция и сюжетная особенность героя. Мне трудно называть ее избранностью, иногда я ее буду называть, но скорее по инерции, но мой именно первобытный гнев будет обращен не гнев даже, а просто иногда раздражение, иногда просто глаза к потолку, будут обращены в первую очередь на избранных с их мотивом судьбы, предназначения и завершенности их пути. Вот. И мои глобальные вопросы будут касаться именно таких избранных. Да. И я сейчас, только говоря с вами, на самом деле это понял, что, по сути, у меня нет больших претензий каких-то глобальных к условному персонажу Чернобыля или вызова к тому, что они избранные, у меня к ним есть претензии к тому, что они, они Мэрисю, например, или они слишком плохо прописаны, но это претензии локальные, это не претензии к жанру, это не претензии к тропу, это претензии к самому персонажу и работе над ним конкретного условного сценариста. Естественно, Вызов и Чернобыля, к сожалению, не смотрел, поэтому вы поняли, это не конкретно эти двум истории. Мэй бы. Не знаю, вот поэтому мне кажется, что чистый, избранный для меня, это избранный легитимно некой высшей силой для исполнения некоего предназначения. И напрягает меня, конечно, в этом много что. А что? Напрягает меня то, что он подчиняется этой силе и становится де-факто инструментом, как сказал бы Леонид, как сказали бы левые силы, такое двойное, как сказал бы, инструментом сохранения статус-кво, инструментом некоего великого плана, в котором он на самом деле всего лишь пистолет, и чья-то рука им давно уже выстрелила, и пуля в него уже давно вставлена и уже направлена в цель. И никакого варианта у него, кроме как быть этой пулей, нет. И мне, как жителю 20-21 века, это, конечно, не очень нравится. Мне не хочется быть чьей-то пулей, мне хочется быть своей собственной пулей. И поэтому мне трудно ассоциировать себя с этим героем. И поэтому меня этот мотив судьбы и предназначения смущает. Это, наверное, самая распространённая претензия к избранному такого вида Леонид, если я не ошибаюсь. Ты исследовал этот вопрос лучше. Или так? Знаешь? Не знаю. Да ну я количественно не изменил. Ну, наверное, это первое, с чем мы сталкиваемся. Честно, интуитивно, мне кажется, что как раз скорее, вот если говорить количественно, самое распространенное скорее просто дублирование претензий к Мэри Сью, что у избранного просто всё получается слишком легко. Но это так, чисто ощущение всё-таки, то есть нужно считать. Могу ответить на эту претензию, потому что на самом деле это важная такая для меня штука. Потому что, ну, во-первых, начнём. По поводу сохранения статуса квола. Опять же, я согласен здесь, и вот это уже моя критика избранного, что мотив избранности в де-факт в современной массовой культуре, спасибо, в частности, Джорджу Локусу и спасибо многим ещё, стал как бы очень плотно поженился с путешествием героя Кэмпбелла, причём ещё в очень таком гипермеханизированном... Я надеюсь, мы перейдём к этому вопросу. В гипермеханизированной схеме, где у нас есть славная, добрая, весёлая деревня, на неё нападают злые враги, герой идёт за злыми врагами, герой становится крутым, герой убивает злых врагов, герой... Пророй через испытания по пути. Ну да, приходит через испытания, становится крутым, убивает злых врагов и возвращается обратно абсолютно так же, как было до начала, только герой теперь ещё и крутой. Я терпеть не могу этот сюжет. И он, несомненно, на мой взгляд, вкладывается в непопулярность опроса Избранного, но вообще-то, если мы смотрим на, скажем, хорошее произведение про Избранных, это же не всегда так. Фродо не вернулся в свою добрую, весёлую деревню. Фродо, ну, скажем, умер. Вознёсся. Вознёсся. Ну, скажем, у него не было Happy Leather After, но вот в таком сказочном ключе. У Нео, ну, у первого фильма открытый, финал, да ну, с Нео там всё сложно, мне не кажется. Нео вообще нестандартный, избранный. Вот ты мне поминаешь только первый фильм, а я сразу вспоминаю все несколько, для меня это неотрывное произведение, все три фильма. Мне не кажется, что он на самом деле такой уж нестандартный, даже если брать его в трилогию, ну, хорошо, не будем там трогать Нео. Ну, вот это, даже если говорить про людей, которые реально отдавали себя на волю высших сил, вот жанра с Даркс, который я начал Даркс, то, мягко говоря, не было никакого Хэнтелева автора, её сожгли заживо, когда я был лет 16 или 17, у меня был возраст, когда её судили и казнили. Мне для начала здесь хочется разделить мотив избранности и мотив вот этого бесконечного консерватизма, потому что второй мотив, отдельно, я ненавижу в массовой культуре, современной, могу долго, часами рассказывать, как меня задолбал сюжет, о том, что лучшее, что мы можем сделать вообще, это вернуть всё назад. Нет никакого мира лучше нашего, поэтому единственное, чем герои занимаются, это бесконечно чинят вот это вот прекрасное бытие, в котором мы находимся, а любые, как бы, революционеры, восставшие, это злодеи, сумасшедшие, или в лучшем случае наивные дураки. Сокол, зимний солдат, привет, смотрю на вас. Но это отдельно. Если говорить про мотив судьбы, ну, здесь просто очень много чего можно сказать. Можно сказать, что, ну, вообще-то, вот эта вот дилемма того, что человек должен подчинить себя высшим силам, это интересная дилемма. И мне как раз, особенно как человеку из 20 века, очень интересно за ней следить. Да, это ведь не автоматически происходит. Господь, высшие силы, духи не вселяются в тебя, они тебе говорят. И ты должен нести эту ответственность, в том числе в горе Ародруин, на костёр, на смерть и так далее. Но ты испытываешь чувство, ты живой человек. И здесь вообще-то нужно заметить, что как раз во многом в силу вот этой, так сказать, комбилизации мотива избранного, у нас избранный ассоциируется сильно с персонажем, у которого всё хорошо, потому что, так сказать, он схватил, уже поймал бога за бороду и теперь возвращает его обратно в его весёлую деревню, из которой всё начиналось. Но вообще-то избранный его, скажем, протоизбранный персонаж скорее трагический персонаж, это персонажи, которые жертвуют собой, иногда в прямом, физическом смысле, ментально, ради какой-то такой высшей миссии. Я не знаю, у меня сложное отношение к тому, нужно ли или не нужно так действовать в повседневности, но это, несомненно, история, за которой мне очень интересно следить. В общем, сильно более интересно, чем за многими альтернативами. И здесь как раз вот этот вес судьбы, вес пророчества, которое есть, не может ничего сделать, но ты не пересаживаешь этого испытывания, что-то чувствовать, что-то думать, что-то переживать, он является для меня как раз чем-то очень ценным в таком роде произведении. Я тебе добавлю «Принц Египта». Великолепный в этом отношении пример. Мне кажется, ну, помимо того, что меня привлекает рутинизация и в добавок твоему тейку, я хочу, например, тебя же иногда нанимают на какую-то работу, тебе же иногда говорят, что ты должен сделать, и это может быть интересным решением. С другой стороны, лично меня, например, бесят как раз вот попытки, якобы попытки слома этого тропа, когда вот обязательно вставляют, герой сомневается, даже не то, что сомневается как живой человек, а герой такой «А, нет, я не хочу этим заниматься». Типа, во-первых, это использовано так часто, что мы все знаем, к чему это идет, зачем это растягивание времени, а, ну да, зачем это растягивание времени, действительно. Во-вторых, это чисто механическая попытка создания внутреннего конфликта, который по факту не работает. Скажем, беспокоит ли меня мотив судьбы? Понимаешь, я просто слежу за вами, это просто, типа, да, 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 да. Я не могу ничего на этот счет сказать, потому что это может быть настолько по-разному рассказано, настолько по-разному подано в жанровой стране с точки зрения авторской индивидуальности, с точки зрения его миростроения, его философии, что у меня нет конкретного ответа на этот вопрос, например. Да, я бы тут еще добавил такую штуку, действительно, что все-таки важно помнить, мы обсуждаем не окошечки в какие-то, где-то там реально существующие миры, у которых есть какие-то законы. Да, мы обсуждаем некоторые художественные произведения со своими условностями, которые шлют в контексте других художественных произведений, рынка и всего на свете. Я подготовился к подкасту и материалам, читал довольно много разного рода критики избранных. И вот одна из них была как раз, что вот этот персонаж у нас избран судьбой, поэтому мы, как читатель, знаем заранее, что у него все в целом получится, говорит автор. Автор статьи, как я читаю. И противопоставляет это некоторому другому фэнтези, я его совершенно не читал, но осуждаю. Нет, я его не осуждаю, он представляет его книги «Зара the Windseeker», не знаю даже, и говорит, что там есть персонаж неизбранный, вот там, собственно, Зара, и я думаю, ну, черт, прикалываешься? Вот книга называется «Зара the Windseeker», и мы вот сейчас будем совершать интеллектуальный суицид и думать, что Зара умрет на третьей странице. Ну, как бы, очевидно, нет. Да? О чем речь? Мы точно знаем, до какого этапа этой книги будет, как бы, жить персонаж и вынести на фиг название. Ну, в чем смысл этого противопоставления? Слушай. В ожидании готов. Можно я ворвусь? Я с тобой согласен абсолютно, что критика о том, что, ну, мы же теперь знаем, как все закончится, она немного не по адресу. Это не критика избранного, это критика специфического построения сюжета. Очень много сюжетов, в том числе непроизбранных, огромное количество сюжетов непроизбранных, я с головой могу, кучу, начинаются с конца, начинаются с такого стоп-кадра, и вы, наверное, хотите узнать, как я оказался в этом положении. Ну да, в этом уже. Да, то есть, это критика построения сюжета, и она может в равной мере присутствовать как в истории об избранном, так и не в истории об избранном. Некоторым такие сюжеты не нравятся, некоторым не нравится вот это вот, что нам показывают, как персонаж умер, или как персонаж что-то победил, а потом, а вот как история произошла на самом деле. Это просто метод истории, и, мне кажется, трупы об избранном в этот метод укладываются. Я сейчас даже, знаешь, не про этот метод, а про какие-то, ну вот, ну, не знаю, какую-то нашу базовую поп-культурную грамотность. Но я имею в виду, реально, когда мы идем... Ну, все-таки будем, честно, в мире фантастики мы обычно говорим про произведения, ну, скажем так, не самые авторско-постмодернистско-деконструирующие. Ну, давайте мы как бы не будем здесь ломать комедию и делать вид, что мы там как бы верим, что персонаж, которого нам показали как супергероя в начале фильма, сложится где-то в конце. Это не так. Не знаю даже, что Декстер в сериале Декстер будет пойман в третьей серии. Это даже не вопрос того, что нам показали некоторый финал, что нам его заспойлерили внутри произведения, что нам рассказывают историю с конца, а просто на каком-то нашего базового понимания того, ну, как вообще работают сюжеты в популярной культуре. Понятно, что есть исключения, если бы там всяких таких... Авторское кино, там разного рода экспериментальная, более экспериментальная литература, но с ней немножко свои отношения, да, и она, в общем, нас сегодня особенно не упоминает. В основном говорим про какие-то такие прям топов за топ популярных франшиз. Да, ну вот видишь, я с тобой не могу согласиться, потому что это для меня не работает и с этого конца. Ну, то есть, можно, да, сказать, что давайте не будем притворяться, что Нео всегда будет героем этой истории, но с героем может произойти масса всего интересного, помимо внезапной смерти на второй странице. Ну и с Изберном тоже. Мы с тобой оба ведущие НРИ. Мы с тобой знаем, что героев можно наказать не только смертью. Смерть — это самый нелепый и глупый способ наказать героя за его плохие поступки, персонажа, точнее, и игрока. Поэтому, то есть, я вот тот пункт, о котором я сегодня хотел поговорить отдельно, здесь — это причина, по которой мне нравятся истории о необычных избранных и о том, куда может этот троп развиваться. Троп, в котором избранные в процессе истории либо перестают быть избранными, либо пересмысляют свою избранность, начинают против неё бороться или начинают её игнорировать, или узнают о ней истинную правду и понимают, что их существование не описывается этим тропом до конца. Здесь в этом уже моя не атеистичная, как сказала Марина, претензия к тому, что, да, я за волюнтаризм, за то, чтобы люди не были пешками в играх чужих больших сил, а за то, что со временем история о следовании судьбе и об исполнении пророчества стала просто неоригинальной на фоне всего того огромного количества идей, которые можно на самом деле в ней воплотить. Если хотите, я могу привести примеры сейчас. Ну, конечно, хотим. Ну вот, у нас есть Нео. Я буду говорить сразу о трёх фильмах, которые я знаю. Да, предупреждаю наших слушателей, что прямо сейчас будут спойлеры к циклу Остраже Терри Пратчета, к трилогии «Матрица» братьев слэш сестёр Вачовски, в то время ещё братьев. Я, правда, не знаю, как правильно говорить с учёным того, в то время, когда... Ну, не важно. И цикла Хроники Еха Максовра. Это будут достаточно важные спойлеры. Промотайте на три минуты, если хотите, потому что каждый раз это будет раскрытие темы, раскрытие на том или ином уровне сюжетов. Спойло-алёрт. Всё. Оставьте надежду всякой сюда входящей. У нас есть, вот, да, пример с «Матрицей», где герой в процессе узнаёт, что он вовсе не избран. Он часть программы, он часть вот этого, как его, естественного цикла по восстановлению статус-кво, и всё его существование срежиссировано. Вся его избранность, на самом деле, ни черта не стоит. Были уже такие избранные, не избранные несколько раз. Мне сама эта идея очень нравится, она мне кажется. Не то, чтобы не классическая, она мне кажется постмодернистской, классической постмодернистской, но тем не менее. И он продолжает свою историю и свой геройический путь уже с этим осознанием. Это очень сильно меняет его предназначение и функцию его пути. Он продолжает его, как пешка, вырывающаяся с доски. У нас есть история о Капрале Морку, Капрале, потом Капитане, который приходит в начале цикла Стражи у Терри Пратчета, который как раз посвятил весь цикл свой фэнтезийный и высмеиванию классических фэнтезийных тропов, в том числе тропу об Избранном. Который приходит со старым мечом, который явно сын какого-то короля, воспитанный гномами, честный, открытый миру, готовый к любым героическим подвигам, обладающий всем набором необходимых навыков, чтобы нести благо народу и окружающему миру, и который явно должен стать продолжателем рода и явно должен отнять Акмарпорг у Террано-Патриции. И в процессе сюжета он абсолютно никак не пытается это делать, и в какой-то момент, когда его припирают к стенке, один из сюжетов этого касается, он говорит, что я никогда не хотел этой судьбы, я хотел быть просто сотрудником Стражи, притом не главным далеко, и просто хотел проводить время с пацанами. И на этом его сюжет, он все время формально считаясь главным героем, остается на затворках сюжета. Он просто сын какого-то короля, и уже в какой-то момент все об этом знают, который полностью игнорирует свое предназначение и счастлив к тому, с чем живет. И это для меня уникальная трактовка этого тропа. Да, деконструкционная, но тем не менее. То есть мы, по идее, должны знать, чем все закончится, но тем не менее кончается это все совершенно не так. И, наконец, у нас есть одна из самых оригинальных вещей к историям оригинальных трактовок, на мой вкус. К историям книга Макса Фрая можно относиться как угодно, и к личности автора тоже можно относиться как угодно. Его цикл историй посвящен человеку, попавшему в другой мир, который называет себя Сэр Макс, и которого туда призвали для помощи, как сотрудника тайного сыска, который должен помогать местному начальнику тайного сыска ловить особо опасных преступников, потому что у него для этого есть способности. На протяжении цикла он ведет себя как полнейшая Мэри Сью. Мало того, что Мэри Сью, так еще и избранный. Мы скоро узнаем, что он не обычный человек, а вершитель, то есть он может по сути все, что он желает, будет рано или поздно воплощаться в реальности. Он обладает огромным набором уникальных способностей, которые исключительно подходят для решения крайне специфических проблем, и которых нет ни у кого вокруг, кроме него. И он следует определенному предназначению, с которым его рано или поздно знакомят герои вокруг. Вот только в финале этой истории, в финале десятикнижия, мы понимаем, что его изначально таким и... Я даже не знаю, как это сказать, я даже здесь стесняюсь полерить, но его изначально таким и придумали. Его нарисовали таким, он рукотворное создание, со вселившейся в него сущностью, которое создано для того, чтобы пройти по пути этого героя, и оно было призвано специально сюда, и оно нашло таким образом рецепцию бессмертия. Оно вселяется в вот эти вот куклы, которые становятся частью таких героических историй, и проходит по этим путям героя, таким образом, живя в разных лицах и в разных временах, является бессмертным. И оно обречено следовать героическим этим историям, потому что так оно и живет. Не в реальности, а на страницах чужих книг, чужих героических путей. И тот, кто его призвал, прекрасно об этом знает. Просто оно об этом не знает, так как этого не помнит о себе. Деконструкций героического пути на самом деле очень много. Я могу их говорить и вспоминать очень это. Но для меня современная история о избранном, ее лучшие части скрываются именно в таких деконструкциях. Даже не деконструкциях, я их называю скорее эволюцией. Именно в них, на мой взгляд, будущее истории про избранного, связанных с предназначением. С обсуждением этого предназначения, с поиском нашего места в этом предназначении, с попыткой его варьирования, с попыткой придумывать его новое. Я давно мечтаю, например, об истории, в которой избранный будет злодеем. В которой обычные люди борются против избранного и против того пророчества, которое он хочет воплотить. Обычные люди, ну, естественно, они будут в какой-то мере, так как главный герой не может быть избранным хоть в какой-то мере. Но они будут противостоять самой идее пророчеств и самой идее судьбы, и будут её разрушать. А избранные будут для них вот этими хранителями статус-кво, которых нужно свергнуть и уничтожить. Возможно, ценой жертв или революций. Надеюсь, какой-нибудь автор вроде Чайны Мьёвеля когда-нибудь напишет такую историю. Я разговорился, господа. Надеюсь, вам было интересно. Леонид, может быть, у тебя есть чем поспорить с моими идеями или с этими историями? И вопрос сразу к тебе. Что ты хочешь увидеть в новых историях об избранном? В историях, которые существуют сейчас, которые выходят... Уже ты частично на него ответил, но мне интересно, может, у тебя есть что-то ещё сказать на эту тему. Мне сложно здесь с чем поспорить, потому что... То есть просто очень много разных отдельных идей. Ну, начнём с того же самого Сэра Макса. Ну, я вообще не понимаю, в связи с деконструкцией образа избранного. Это ровно то, о чём я говорил. Вот так вот избранные всю человеческую историю и выглядели. Выглядели тебя, а создали с конкретной миссией. Это как бы ты описал просто вот образ избранного идея. И сама твоя жизнь, не какой-то бородатый волшебник, а само твоё существование тебя ведёт к выполнению этой миссии, а бородатые волшебники тебе это сообщают, ну, просто потому что они во в принципе довольно осведомлённые ребятки. Вот как бы вот это и есть источник. Ну, там суть в том, что он уже не человек после того, как он это знает. Он понимает, что всё это время был только архетипом. И изначально, кроме архетипа, в нём ничего не планировалось. И весь его дальнейший путь, возможно, не самые удачные книги, это когда он уже там спасает мир после этого. Это поиск себя в этом архетипе. Что в нём есть кроме этого архетипа? Что в нём есть живого на самом деле? И вот это, мне кажется, самой интересной частью истории. Ну, конечно, мне просто как-то казалось, что вроде то, что я сказал, что мне в первую очередь в избранном интересен вот этот его трагизм, он как бы в целом наводит на мысль о том, что мне в избранном в принципе гораздо интереснее его внутреннее психологическое состояние, то, как он живёл с этой своей избранностью, чем, ну, в принципе, какие-то внешние сюжеты, в том числе потому, что я очень скептически отношусь к способности произведения меня удивить на уровне сюжетов, и не за этим в них прихожу изначально. Да, ну, можно в том числе и так, да, то есть как бы, да, можно там вот... Мне действительно не очень нравится вот этот вот мотив отказа от избранности, потому что, ну, он как бы... Потому что когда главный герой отказывается от избранности, это какой-то цирк. Мы же все понимаем, что ты главный герой, что ты тратишь наше время, как бы, да, но если, например, сделать это с очень большим переключением на просто внимание к внутреннему какому-то иммунологу этого персонажа, да, что не будет вот этот вот обязательный танго, как бы, да, два шага назад, три шага вперед, нам реально покажут, там, да, что человеку страшно, больно, не хочется, что у него-то котик дома один, а его в путешествии. Да, ну, можно как бы и отказ от мотива избранного, и что-то такое. Да, я просто здесь не вижу какого-то, ну, собственно... Ну, то есть, как бы, я вижу здесь деконструкцию, ну, каких-то очень специфически сложившихся в очень конкретные десятилетия жанровых тропов, ну, у Пратчетта, в первую очередь, да, действительно, там, в том, когда Пратчетт начинает писать, избранных фэнтези, прям таких совершенно дуполомных, было из каждого утюга. Но с тех пор, в общем, и фэнтези, они уже так немножко поиздержались, благодаря, в том числе, и тому же Пратчету, и другим писателям, да, их сейчас уже не так-то много. Ну, я тебя сейчас на секунду буквально поправлю, что, например, я приводил пример Капитана Морка, он очень хороший пример, потому что это человек, от которого я и персонаж, от которого ты постоянно ожидаешь, что он будет главным героем, но на протяжении всего цикла ни разу главным героем не становится. И вот это очень хорошо. Есть еще один пример, ну, есть много таких примеров. Например, я могу провести, недавно обсуждаемый у нас на подкасте по отчаяниям, я беру «Нон Лондон». Там, например, устроено так, я знаю, может, не считаю, быстро объясню. Там есть героиня избранная, но в середине книги она проваливает свой квест. И проваливается сама, и выясняется, что, то есть, что-то пошло не так с пророчеством. Ее делает очень оригинально и очень просто. Он просто меняет героя. Ее функцию и ее сюжет продолжает другая героиня, которая была просто случайным человеком, и которая просто поднимает то, что надо, и пытается исправить это своим и не таким неловким, и неправильным, и неверным с точки зрения пророчества путем. Считать ли ее избранной? Ну, она точно не герой пророчества. Но она становится героем сюжета, и фокус смещается повествование сразу на нее. И мне кажется, и за такими историями, в том числе, и будущее. За тем, что, вовсе, не обязательно начинать с одного героя, и им же заканчиваться. Ну, нет, ну, как бы, да, постмодернизм существует, пародии существуют. Да, и мне там характерно, чтобы... Но это не пародия и не постмодернизм для меня. Это для меня самостоятельный сюжет. Прости, прача не пародия? Прача для меня гораздо сложнее, чем пародия. Он не описывается одним словом пародия. Моя мысль в чем? Ты совершенно прав, что здесь у нас есть некоторая работа с образом Изборгова. Но что характерно, это произведения, которые и жанры намекают на то, что сюжетная структура в них будет нестандартной. Это, ну, абсурдистская фэнтези, и, ну, не как новая странная, не weird. Я никак не привык, потому что его стали переводить. То есть, так же, там, это, понятное дело, что, там, Макс Фрайда, это тоже как бы постмодернистская литература. А как бы в постмодернистской литературе играют с сюжетными структурами. Если постмодернистская литература затрагивает образ Изборного, она будет в том числе играть, ну, и с этим тропом тоже. Хочу ли я, чтобы вся литература была постмодернистской? Нет. Люблю ли я какие-то постмодернистские произведения? Да. Понимаешь, какая штука? А я не считаю, что стандартное это вообще слово, которое должно быть уместно в фантастике. Я не считаю, что эта литература до конца и прямо ее можно назвать постмодернистской. Есть элементы постмодернизма. Я вообще считаю, что постмодернизм мертв, он просто живет в разных произведениях сейчас элементами. И ничего нельзя назвать стопроцентно постмодернистским. Но вот ты вот говоришь, что она отходит от какого-то стандарта. Я не считаю, что стандарт вообще должен быть. Какой стандарт? Что это стандарт? То, что писали 100 лет назад, 200 лет назад, античные времена? Кто этот стандарт запечатал? Кто сказал, что теперь все должны писать так же? И отхождение от этого стандарта должны считаться по определению нестандартными и единичными? я не считаю, что это справедливо. Мне кажется, здесь Марина с анимацией может сейчас меня выручить, потому что вот по поводу стандартов и прочего. Ну или мне ответить. Марин, если ты хочешь вмешаться в наш разговор, о том немножечко. Сначала я с монологом, а потом мы шли в диалог. Может быть, ты... Я сейчас нахожусь реально в ситуации, что Леонид и Роман, еб***ь. Мы будем это запикивать, ты понимаешь? Окей. Понимаешь, насчёт стандартов. Скажем так, жанровые особенности есть. Ты можешь их деконструировать, ты можешь им следовать. Ты можешь им следовать интересным, ты можешь им следовать просто. Можно их развивать. Можно их не развивать, а просто реконструировать с разной степенью интересности разные их особенности. Это просто то, что существует. Мне кажется, то, что вас беспокоит, это даже не столько мотив избранности и мотив стандартности и нестандартности, сколько опять-таки лени и насколько их применяют... — Для сохранения творческого статуса кво. — Да, вот. — Состояние искусства, состояние среды нашей, литературной или фантастической. — Ты говоришь о том, что фантастика — это не про стандарты. Я говорю, что всё, что угодно, но про стандарты. И отказ от них, развитие их — это просто то, как работает культура. У тебя есть определённое количество сюжетов, которые невозможно исчислить количественно. Ненавижу мономиф, и все эти вариации, 36 сюжетов и не 36 сюжетов. В любом случае, у тебя есть какое-то количество тропов, какое-то количество жанров, они появляются, они уходят, они вариативны, невариативны, etc., etc. И ты просто... Понимаешь, если ты пишешь какое-то произведение, то оно неизбежно во что-то укладывается. Я даже имею в виду не жанровый, то, что это фантастика или это не фантастика. Это может не быть фантастика или может находиться на грани. Но у тебя, как правило, есть какая-либо преемственность. И в таком случае говорить про то, что проблема сюжета избранности лично для меня в том, что, во-первых, это всегда используют... Ну, не всегда, окей, я говорила, очень часто используют как исключительно компенсаторный механизм, компенсаторный либо для автора, либо для читателей или зрителей. Такая вот игра в поддавке, без желания что-то рассказать относительно его истории, относительно его традиции, относительно персонажей, в конце концов, относительно зрителей. Но при этом мне не кажется, что сами по себе существующие стандарты – это так уж плохо, потому что их существует слишком много. И то, что ты описываешь... Вот я, кстати, с Леонидом согласна на счет Сары Макса. Мне не кажется, что это опрокидывание жанра. Ну, то есть, да, ты верно говоришь, он ощущает себя как архетип, но проблема в том, что в той культурной среде, в которой существует Макс Фрай, это в том числе ролевики, это в том числе фанфикеры, это в том числе авторы. Это довольно частый троп. Это не то, чтобы что-то неожиданное. И как раз я очень не люблю серию Макса Фрай, именно потому что я во многом вижу вот этот уход в фантазирование, уход в какие-то фантазии, величия, особенности, или в конце концов, чтобы вкусно поесть. Господи, как он любит вкусно поесть. Я это тоже не люблю. Всю крики курицу Макса Фрай я готов принять и с ней согласиться. Да, абсолютно. А я обожаю описание еды у Фрая. Буквально только ради этого я читал. Понимаешь, они очень вкусные, и проблема в том, что их много. Я не могу не видеть в этом то, что типа, блин, опять есть рыбные котлетки. Ох, хочу в чекию, где это вкусно готовят. Нет, не готовят. Ты не прав. Ты не прав, я готова с тобой за чертую кухню бороться до конца. Но не в рамках этого подкаста. И, в общем, я это к чему? Я очень часто ухожу куда-то в сторону. Мне кажется, что следование стандартам или отказ от стандартов, это в том числе наличие этих стандартов. Просто они очень разные. Ты можешь их строить сам, и это потом станет преемственностью. Вот так это работает. Я не требую отказываться от стандартов. И я сейчас хочу, мне интересно, важно, поймете ли вы меня правильно. Я требую отказываться от понятия стандарта. Ну, не требую, прошу. Понятно разграничение, что я хочу от жизни. Мне кажется, скорее немножко странно воспринимаешься. Понимаешь, стандарт — это вот... Есть такая распространенная проблема. Прескриптивное-дескриптивное утверждение. Прескриптивное — как должно быть. Дескриптивное — как есть. Когда мы с Мариной говорим о стандартах, это дескриптивное утверждение. Есть некоторый факт. Фантастика и фэнтези устроены определенным образом. Оно устроено таким образом не от века. Этот образ меняется. Но в каждый конкретный момент мы можем констатировать. Мы можем, собственно, правда, как бы литературоведы, киноведы и так далее по всему миру этим занимаются, констатируют. Вот сейчас у нас вот так. А теперь вот так. И огромное количество людей этих стандартов прекрасно понимает, считывает. И, собственно, ну вот с Максом еще сложно, но, например, и Пратчетт, и Мьёвель, в примерах, которые ты привел, строго говорят, до какой-то степени их понимание зависит от того, чтобы читатель знал эти стандарты. Человек, который, да, там, условно говоря, если я дам там эти тексты, не знаю, моей маме, она поймет эти тексты и получит от них удовольствие меньше, чем ты, там, я, да, или кто-то другой. Когда мы говорим про стандарты, мы не имеем в виду, что так должно быть. Мы имеем в виду, что так есть. И, естественно, любые деконструкции, они, строго говоря, даже в большей степени, чем простое повторение это фиксируют, потому что в их случае, да, там, в случае с повторением есть еще некоторые мысли. А вдруг человек не читал «Властелина Колес», не смотрел «Звездные войны», не читал «Гарри Поттера», не читал комиксов, и он сейчас увидит моего избранного героя и такой, «Эвана, как? Никогда такого не видел! Офигентная идея!» А когда мы вводим деконструкцию, мы зависим от того, чтобы наш читатель читал «Гарри Поттера», читал «Властелин колец», смотрел «Звездные войны», ну или хотя бы нахватался этих идей там с какого-то... А вот вовсе я с этим вот как раз не согласен, чтобы он зависел. Я считаю, что эти истории должны... И должны. Что чем больше их будет возникать, тем больше они будут становиться вещью в себе. И тем больше они будут рассказывать истории уже о своих новых полуизбранных или недоизбранных. И они уже никак не будут опираться на комплекс знаний там наш о Толкиене, о древнегреческих мифах и о чем-то еще. Они станут самостоятельной сущностью. Ну а если говорить здесь уже содержательно, ну как бы хочу ли я, чтобы были истории, в которых избранный сомневается в своей избранности. Да, но это истории, строго говоря, более старые, чем истории, в которых избранный. То есть в этом нет ничего нового. Да, это все какие-то, ну такие, да, просто такая рефлексия, например, того, ну не знаю, литература соответствующих жанров взрослеет что ли. Погоди, не избранный сомневается в своей избранности. Я тебя спрошу по-другому, а хочешь ли ты истории, в которых сама идея избранности подвергается сомнению и ее необходимости? Не могу сказать, что я как-то их особенно хочу. То есть сюжетно. Я не могу сказать, что я их как-то особенно хочу. Таких историй на вагу. Скажем, в жанре фэнтези, как правило, это критч, который строится по принципу того, что человек понял, что вау, сюжетные тропы существуют и решил, «Ух, как я круто сейчас их все деконструирую и все фреют от того, какой я взрослый, мрачный и необычный». Мне кажется, что людей, которые делают так, нужно открыть необитаемый остров и ломать им пальцы, чтобы они случайно не написали там чего-нибудь. Да, ну а так, я не могу сказать, важный момент, я не то, чтобы вижу какое-то невероятное прям уж засилие избранных, если мы не начинаем под избранными понимать какую-то предельно широкую категорию. Хотел бы я несколько большего внимания к внутренним переживаниям героев, ну да, в целом, в общем, да. Хотел бы я больше историй, в которых избранный просто не совсем имеет смысл, потому что это личная история. Да, вот здесь вот я могу с тобой полностью согласиться. Хотел бы я, чтобы было больше историй, у которых был бы прям вот такой избранный в духе даже скорее вот самого, ну там не буду говорить возвращаться к несчастной Жанне, скажем, в духе Фродо, где это не просто, понимаете, подросток, на котором свалилась великая сила, великая ответственность, и он раскидывает всех вокруг себя и еще встречается с самой красивой девушкой в классе, а в которой у нас есть человек, который сталкивается с некоторой невероятной, да, выходящей за рамки мира, с сущностью, которая требует от него пожертвовать всем, да, я хотел бы, мне кажется, таких историй не хватает. Ну и здесь, собственно, мы, наверное, приходим к тому, о чем мы с тобой хотели поругаться, потому что, на мой взгляд, очень часто, не всегда, разумеется, то, что мы сегодня много критиковали избранных с разных позиций, но для меня некоторая, знаешь, такая вот типовая критика избранных, она очень сильно основывается на представлении о том, что вообще-то любой фантастический мир, он должен работать принципиально по законам наших. Там может, ну там, какие-то дополнительные технологии, биологические условности, но в целом там, условно говоря, любой человек хочет просто жить своей обычной частной жизнью, общаться с друзьями, ходить на работу и так далее. Помните, что сама идея частной жизни вообще-то довольно новая, большую часть человеческой истории, даже большую часть записанной человеческой истории, сама обстановка вопроса о том, что я хочу жить частной жизнью, а не чем-то другим, не имела смысла, не было никакой частной жизни. Там она строится на представлении о том, что мы можем выбирать, быть религиозными или нет. Это выбор, которого не было в большей части истории. Важно, потому что я не то, чтобы скучаю по золотым годам средневековья, да, и как бы вот бы хорошо сейчас гильдзю, как бы, да, потом в церковь. Но мне кажется, что тот факт, что мы вот теряем какую-то возможность принципиально видеть какие-то другие миры, миры, в которых есть судьба у всех. Мир, в котором она есть, и при этом взаимоотношения с этой судьбой не механизировано, как можно было бы, знаете, представить в каком-то таком постмодернистском переосмыслении этого сюжета, где вот у нас у всех есть судьба, есть какое-то министерство, которое судьбу всем выясняет, а где эта судьба есть, и нам пытается автор показать, вот как этот факт ощущали бы люди там 12-13 века, условно говоря, или 10-го. Я ссылаюсь здесь на историю, но просто потому, что история является некоторым понятным рефреном, но, естественно, выдуманные вселенные, которые работают реально по принципиально иной логике, это тоже было бы чудесно, просто сложнее привести какой-то, понятно, быстро объяснить, что я имею в виду. И очень часто критика Винспорнова, вот она оказывается именно вот этой вот защитой. Все мы на самом деле американцы среднего класса, как бы все эльфы в лесах и в горах, все пришельцы в космосе и духи за пределами миров на самом деле просто хотят жить своей обычной дружной частной жизнью, самореализовываться, дружить с своими друзьями и ходить на работу и развлекаться. Нет, это не так, это очень грустный взгляд, и я вижу при этом ну вот просто на практике, как, например, в настольных ролевых играх огромное количество людей не может нормально отыграть, ну знаешь, там даже людей 19 века, что вот возможность реально переключиться в какую-то другую логику, в другой принцип взгляда на общество, да, он оказывается, он сводится просто, ну вот как бы человек понимает фактическую сторону дела, ну там, каких технологий не было и так далее, да, а реально как бы строиться в другой модель мышления не может. И, ну, мне грустно от этого, да, мне кажется, это плохо, и мне кажется, что критик избор является маленьким кирпичиком как бы вот в этот вот процесс. Именно вот та критика избор это раздается чаще всего, при том, что есть много других критик избор, но вот так, как вот половина из которых я просто там подпишу, например, в элитизм. Марина, у тебя, может, есть что-то добавить к этому делу? Потому что у меня есть что-то сказать, но я не хотел бы тебя за бортом разговора ставить. Сложно. Знаешь, мне кажется, мы же справа отчасти, но при этом мне просто кажется, что это безусловно проблема, которую надо решать, но с другой стороны это простая история. Люди 18 века считали, что пастушки были такими вот абсолютно галантными актрисами, актрисами современного их театра. Люди 19 века строили представление об античности. Не все, конечно, я не имею в виду ученых, но с точки зрения вот этой вот викторианской, христианской морали. Да и ученых тоже были честны, к сожалению. Да и ученых тоже. Это просто как оно разбивается. Надо ли с этим бороться? Да. Я еще хотел сказать, что я тоже согласен, что надо с этим бороться, нам нужно учиться воспринимать мир по-разному. Я абсолютно согласен, чем больше разных версий мира укладывается у нас, чем большим количеством видов восприятия мы знакомы, тем лучше. Я просто не совсем уверен, что это напрямую относится к новому воплощению образа избранного, который я все еще считаю устаревшим независимо от этого подхода. Я вспоминаю, например, очень хороший фильм «Варяг» Роберта Эггерса, в котором, да, в котором есть идея пророчества, есть идея предназначения и судьбы, которой герой следует, в котором отлично как раз, и которые за это хвалили, показывают восприятие героя, и который снят как будто бы для людей, я на него в свое время писал рецензии на мир фантастики, для людей из вот этого вот 10-11 века, потому что герой там подчиняется именно этой логике, и за это его и критиковали, и любили. Но вопрос тут не в следовании пророчеству. Я верю в то, что мы можем отказаться или пойти дальше, пойти развиваться дальше, как должно быть. Истории об избранном мы можем развивать в более сложные и в более... Отойти от них подальше, и при этом сохранять передачу образов мышления 19 века, 18, 18, 16 и так далее. И, может быть, образы мышления будущего, их тестировать, новые. Мы вовсе не обязаны, например, представлять, что люди в 25 веке будут думать точно так же, как мы. И вполне возможно, вдохновение в таких историях можем в том числе черпать и в образах прошлого. Тоже малоисследованная вещь. Но я просто не считаю, что это напрямую относится к тому, что нам нужно больше историй об избранном. Для меня это именно что устаревший сюжетный троп сам по себе. Потому что много историй избранного, в том числе об избранном, касаются и современности, касаются и людей в современном мире, внезапно обречивших свое призназначение. Что делать тогда с ними? Нам нужно ли нам больше истории о пророчестве и свершении этого пророчества, когда речь идет о современном мире, когда речь не идет о передаче мышления того времени? Почему нет? Я имею в виду, у нас же нет самоцели показать смышление тринадцатого века у нас. Ну, в данном случае, для меня, для меня, в том числе как для мастера, это очень важно сказать, что многое с того, что я сейчас говорю. Я говорю, в первую очередь, с оптики даже настольных ролевых игр. Для меня там есть некоторая самоцель показать другое мышление. Может быть, как раз делать это в контексте двадцатого века будет и попроще, потому что позволит человеку лучше понять. Ну, вот здесь вот банальный пример, да, вот почему избранность для меня заходит в этот плане, да, потому что мы совершенно не можем понять, как работает сверхъестественное, как оно ощущалось. Потому что сверхъестественное больше человеческой истории было всюду. У меня как бы в свое время на одной конференции всегда был такой вопрос, да, можете ли вы вспомнить какой-то реальный пример вор-мэджа, военной магии, да, вот когда постоянно каждый солдат, каждой армии идет в бой, там, как бы, брякая амулетами до начала двадцатого века, там, ну что? Точно, военная магия была всюду. Кресты, в конце концов, в двадцатом веке, распятие. Да, но мы сейчас современным игрокам, так как бы, это сложно представить. Для нас магия, это какая-то такая вот механизированная... Как бы, важно сказать, люди были идиотами, они понимали, что у тебя может быть как бы 20 амулетов, но тебе это все равно умрешь. Но дело в том, что у этих людей в принципе был не наш современный подход к причинам и следствиям, да, с их точки зрения, у событий было несколько причин, а не одна главная. И эти причины, они как бы боролись друг с другом, там, материальные и нематериальные. Для нас сейчас эта мысль звучит дико. Нам сложно в нее встроиться. Когда мы видим магию фэнтези, там, в играх, магия является просто магией. Она не дублируется ничем. У нас есть, конечно, заклинания бафов, но даже в этом случае они отсюда механизированы и понятны, но это все равно то же самое, если бы просто заточили бы копье получше. То есть у нас вот это вот непонимание агентности, которое для значительной части нашей истории было тем, в чем люди жили постоянно. Но теперь в нашем механизированном, циклопедизированном мире нам сложно в это встроиться. И здесь, как один из многих образов, образов, которые могут нам в этом помочь, для меня выступает как раз к примеру образ даже не одного избранного а-ля НЭМ, а образ избранничества, вот этого постоянного, систематического, каждодневного вмешательства, ну скажем так, сверхъестественного в естественное. Все избранные, все разные, и не хватает времени поговорить в контексте Геймана, моего любимого про избранничество. Я хотел тебе еще финальный тезис предложить, поэтому да, я хочу еще финально с тобой одну вещь обсудить, очень важная для меня. Я просто хотел толкнуть с позволениям Арины. Да, конечно, конечно, все нормально. В качестве финала нашей беседы хотел с тобой еще обсудить, толкнуть мой самый, самый, как сейчас модно говорить, hot take, самый тяжелый тезис, политический, потому что истории об избранном меня смущают именно с этой точки зрения. Эти истории очень часто встречаются в основе простых сюжетов, которые сопровождают нас с самого детства. Мы ими вдохновляемся, мы их читаем и мы их верим. Как мы верим, что станем космонавтами, станем археологами, станем еще кем-то, правителями мира, не иначе. Моя проблема с историей об избранном в том, какие люди продолжают в них верить со временем. Моя версия и мое сильное подозрение основано на том, что доминирование историй об избранничестве и о предназначении, я этим вдохновился, когда увидел вот недавно выбрали премьер-министра Индии, премьер-министр Индии сказал, что вы вот будете смеяться, но я верю, что я избран Богом. Хотите смейтесь, хотите нет, но я это знаю на пресс-конференции. Молодец такой. Мне кажется, что доминирование таких историй может угрожать восхождению к власти людей, обладающих сильным эмоциональным интеллектом, но не очень умных и способных на очень жуткие и неприятные решения. В среднем. Не на всех подряд. Не все подряд слушают истории об избранном. В то время, как истории о людях, о Малькомах Рейнольдсах, как ты говоришь, из Светлячка, о тех, кто бежит от своей судьбы и о тех, кто, когда его припирают к стенке, кто ее встречает и начинает работать. Истории о людях вроде Рипли, которые проходят через большие проблемы перед тем, как встают все-таки перед своей судьбой и каким-то непредназначением, которое придумано уникально для них, а которое они выбрали сами, которое не было создано для них. Это была работа, за которую они взялись и за которую мог взяться кто угодно, но взялись они. Она может вдохновить людей гораздо более способных на более интересные решения, на более сложные решения, потому что сейчас мы испытываем кризис людей, склонных к простым решениям, к простым мыслям, простым идеям и стремлении управлять другими людьми этими простыми идеями. И мне кажется, вот здесь истории про избранного оказываются за бортом прогресса, за бортом прогресса общества. Я знаю, что этот тейк достаточно сложный, на него трудно ответить так, чтобы мы ничего не вырезали, но если вы можете на него ответить, потому что это одна из моих основных мыслей, с которыми я входил этот разговор, и на который, возможно, не хватило всего времени. Я вас прошу это сделать. Я стараюсь ответить быстро тезисно-корр. И также горячо. Тейк первый. Физиологическая установка. Любой человек может добиться всего, если захочет этого сделать и будет много работать. Чудовищно вредно. Я хотел бы, чтобы люди жили эту фигню, потому что это прямой путь к диктатуре. Потому что из-за этого мы воспринимаем то, что человек добился, как доказательство того, что он заслужил, и закрываем глаза на то, из-за чего он реально что-то добился. СМН, например, представление огромного количества людей о том, что миллиардеры заслужили свои деньги, даже в тех случаях, когда они в прямом смысле являются миллиардерами по наследству. То есть там даже... Если что, это не мой тейк. То есть, если что, я этого не говорил. Но да. Я просто как некоторый радикальный пример здесь как бы об этом говорю. Когда, и опять же, возвращаясь к сюжету об избранном, характерно, что, пишу в статье, никто не называет никогда избранными, ну, по крайней мере, я никогда не видел железного человека и Бэтмена, хотя, в общем-то, вот уж кто точно свои суперспособности, а в том случае железным человеком, получил, ну, не совсем сам, и не совсем своими усилиями. Это раз. Два. При всем при этом, да, конечно, все что угодно можно адаптировать под диктатуру, вот трэш, под жестокость, сюжет об избранном, сюжет о том, что мы должны всего добиваться сами, сюжет про социальную справедливость тоже, про все люди, которые так или иначе знакомы с советской историей, прекрасно знаем, как можно устроить такую кровавую баню, что мама, не горюй, на основании лозунгов, что мы сейчас, когда мы построим счастливое топическое общество для всех. Я понимаю, как избранный может послужить основой для каких-то огромных таких взглядов, но в то же время я вижу, как огромное количество других сюжетов, включая как раз вот это представление американское о том, что как бы, да, мы тут всего добиваемся своим умом, вот сейчас нас прижмут к стенке, тогда мы напряжемся, а пока нас к стенке не прижмут, мы стоим над схваткой и не участвуем ни в чем, потому что мы крутые циники, не занимаем стороны, как оно позволяет людям буквально закрывать глаза по геноциям периодически, а иногда по среду в нем участвовать. И, надо сказать, это одна из причин неосновная, по которой мне нравится светлячок, и, на мой взгляд, он очень политически стрёмный, как раз в плане своей какой-то общественной морали, потому что, понимаешь, все мы хотим быть Малкольн-Рейнольдсами, то есть людьми, у которых в конечном итоге есть выбор плюнуть на все и улететь на космическом корабле, только почему-то мы никогда ими не окажемся. И как бы у нас нет на самом деле никогда выбора вмешаться или не вмешаться. Ой, сколько тут всего, чтобы поспорить. Ну, ладно, не будем, не будем, да. Начать с того, что для него это было, по сути, не выбором, а именно что побегом. Ну, ладно, да. Вот, да, и в этом смысле я с тобой согласен в том, что да, если мы ищем тёмную сторону сюжета избраничества, да, конечно, даже можно не ходить тут за диктатурой, там, да сам по себе мотив социального расслоения, о котором я уже говорил, да, вот человек тоже такой внучатый племянник всех тех же средневековых идей сословий, да, не без этого. А можно я насчёт социального сословия добавлю. Мне кажется, сейчас будет мой собственный хат-тейк, тема избраничества в том числе может немножко работать против этого, потому что мы немножко спорили об этом с другим человеком. Да, там, у нас никогда не бывает избр... Ну, я не беру сейчас религиозные, в общем, сюжеты раньше 19 века, у нас никогда не бывает избранников, которые взяты не из низкого сословия, колесо времени, там, хоббиты, в конце концов, «Звёздные войны». Но при этом это может работать в том числе как такое выделение человека, несмотря на его происхождение. В принципе, мой же сказал абсолютно всё, что хотела я сказать, потому что любая идея извращается. Любая идея приходит в стрёмное непонятно что. Мы это буквально видим сейчас, когда абсолютно благие, абсолютно прекрасные идеи превращаются в радикальное течение, в радикальное усложнение, в радикальное всё. Вот. И мне не кажется, что именно сюжет об избранном в этом уникален. Да, у него есть такое. У него есть такая тёмная сторона. И это, я имею в виду, не только компенсаторные какие-то моменты, сколько раз я это повторила, но и в том числе это может проявляться и проявляется в том числе в мотивах русского такого нишевого фэнтези, в том числе попаданческого, когда вот именно тебя, красавцы, такого выбрали решить все проблемы Советского Союза, Российской империи, и ты превращаешь всю эту историю в стрёмное политическое заявление. Это правда. Но как бы он не уникален в этом отношении. Ну, мне просто всё-таки кажется, что для нашего времени и места именно этот сюжет, именно его сомнительность, именно его влияние на общество, его влияние на вот этой избранности, бога избранности, культуры избранности, исторические избранности, какой угодно избранности, оно, может быть, здесь и сейчас, может быть, пройдёт 10-15 лет, и я поменяю своё мнение. Но мне кажется, именно сейчас он нависает над нами очень нехорошей тенью. И, возможно, именно с ним, как это, в культуре всё, мы воюем то против одного, то против другого, потом мы разворачиваемся и воюем против того, с чем раньше дружили. И это нормально, потому что культура зеркалит общество и меняется в нём. Мы воюем против того, что в ней очень много. Если в ней будет очень мало сюжета про избранных, я первый скажу, или они будут не оказывать такое влияние на мир. Я первый скажу, нам нужно больше сюжетов про избранных, поверьте. Но именно сейчас я всё-таки не убеждён в том, что вот, ну, всё можно извратить, и это в том числе. Не в том числе. Слишком высока тень для меня. Возможно, не для вас. Я готов это принять. Ну что же, господа, если вы хотите там что-то финальное мне сейчас ответить, то можно ответить, или я могу сказать завершающую речь. Хотел извиниться перед фанатами Светлячка, что я вас обидел. Эээ, нормально. От имени фанатов Светлячка я могу их направить на наш подкаст о Светлячку, где нет ничего, никаких вот этих вот зловещих нелепостей от этого хейтера. Там у нас исключительно о любви. Целые два часа концентрированной любви. Крайне рекомендую подкаст, отлично провёл на нём время. Ну что же, дамы и господа, на этом, наверное, нашу беседу можно заканчивать. Как вы, дорогие слушатели, относитесь к истории об избранном? Как вы её воспринимаете? Зловещая ли для вас эта тень, как и для меня? Или вы хотите больше таких историй? Может быть, вы хотите больше усложнённых таких историй? Может быть, для вас это вообще не такая важная вещь? Какие ваши самые любимые истории об избранном? Это мне тоже будет жутко интересно узнать. Напомню, мы читаем, конечно же, все ваши комментарии в соцсетях и где угодно. Огромное спасибо хочу сказать нашим бустерам. Дорогие посетители нашего бусти, вы замечательны и уникальны. Поверьте, ежедневно мне кажется, что мы вас не заслужили, но я очень рад, что вы здесь и вы с нами продолжаете нас поддерживать. Особое спасибо хочу сказать нашим топ-бустерам, которых мы упоминаем традиционно по имени, Антон Зозиков, Даная, Тигран Козырян, а также недавно присоединившаяся к ней Юлия Домна. Вы удивительны и очаровательны. Мои вам нижайшие поклоны. И, конечно же, сегодня хочу огромное спасибо сказать моим сокастерам и собеседникам. Я даже в чем-то рад, что у нас не получилось активной битвы, но я, знаете, ее и не ожидал. Мы мирные люди, мирные атомы. С вами сегодня был я, ваш ведущий, Роман Файницкий, а также мои сокастеры. Спасибо тебе, Леонид Мойшис. Всем пока. А также спасибо огромное тебе, Марина Беляева. Все вы в чем-то избранные. Это то, что пытается донести Дисней, но мне хочется сказать, что, ребят, может быть, вы не избранные спасти мир, но вы избранные спасти хотя бы себя. Вы классные. Всем нашим избранным, всем нашим слушателям на этом. Пока-пока. Мир фантастики. Хотел сказать, что забавно, но одна из художественных историй, которые я сейчас пишу, как раз это фэнтезийный мир, в котором внезапно созвездия начали танцевать. Каждая ночь менять свои положения и сломали все пророчества. Великолепно. Слушай, красиво. Меня отталкивает идея как раз собственного финального Диснея последних лет. Там есть великолепные произведения, но меня пугает ставшая монотонной аффирмация, что вы добьетесь абсолютно всего. Это хорошая мысль. Это замечательная мысль, но надо просто в себя поверить, надо просто быть классным. Нет, к сожалению, это так не работает. Меня она тоже дико бесит. Слушай, я тоже, я вот хотел, когда Леонид сказал, я хотел сказать, не-не-не-не, я не защищаю, не надо меня оставить с этими улыбчивыми американцами. Когда я в каком-нибудь Докторе Стрэнджа вижу во втором, где вот это есть там персонаж, ты же смотрела? Докторе Стрэнджа. Нет, вот второй нет, я только первый. Ну, не важно, там есть вот этот вот характерный мой нелюбимый, ненавидимый поворот, когда у него там появляется эта девочка, которая как персонаж-ментор выступает. И она тоже в обладатель уникальных способностей. И в какой-то момент у нее есть проблемы, у нее эти способности вырываются хаотично. Ее еще и зовут Америка, кстати, она латиноамериканка, сама по себе. Она там открывает порталы в иные измерения. И в какой-то момент, То есть у неё эти способности хаотичны, но в самый нужный момент, когда ей нужно бороться с антагонистом и сражаться с этим антагонистом, она должна эти способности применить осознанно и выкинуть этого антагониста в иное измерение. И ей такие «Поверь в себя!» Да-да-да-да-да, и там начинается вот это вот мое ненавидимое. «А теперь ты возьми и поверь в себя, просто поднатужься!» Она поднатуживается, и у неё получается. «Ты бы знала, как у меня дрожит глаз». Так вот, я это совершенно не защищаю. Это также нужно для меня выжигать калёным железом. Как и идею избранного. Поднатужься, ничего не происходит. И я вовсе не за то, чтобы у нас это... Каждая кухарка может укралить государством, и каждый может... Кстати, эта идея в равной степени демократическая, так как и левая. Да, абсолютно. Она универсальна в этом плане. Но я именно за то, чтобы герои не чувствовали за собой вот этой вот благостной силы, вот этой благостной похлопывающей ручки. Потому что их читатели этой ручки никогда не почувствуют и никогда её не поймут. Мы все рождаемся без этой руки. Мы рождаемся, может, с рукой родителя за собой, с рукой какого-нибудь условного непотизма тем, кому повезло больше. Но это не та рука, это не рука избранности. А вот в эту руку избранности готовы поверить, как правило, может быть, неплохие люди, но чаще всего не очень умные, чаще всего не очень... Их сердце может лежать в правильном месте, они могут быть хорошими людьми. Но это тип людей, которых, мне кажется, в современной политике есть лёгкий передоз эмоциональных манипуляторов. Тех, кто чует всё не головой, а носом. Тех, кто как рысь, то есть, или как суслик поднимает нос и понимает, куда дует ветер. Тех, кто наслаждается любовью толпы и делает всё ради неё. Тех, кто не принимает ни разумные решения, а эмоциональные решения. Такие готовы поверить в свою избранность яростно, искренне. И в таких людях, по-моему, много проблем от них. Ты понимаешь, что это как раз связано мало с идеей избранности? Я думала, когда ты об этом говорил, я думала, что ты имеешь в виду персонажей типа Савченко, который такой бог с нами, бог со мной, со мной разговаривает. Вот лично бог через особую женщину, а-ля-ля, о-лю-лю. В том числе и их, но я не до конца ими описывал. Я имею в виду персонажей, которые полагаются, ну, популистов, политиков-популистов, которые полагаются на мнение широкой толпы, не особенно отдаваясь отчёт в разумности своих действиях. Их задача просто прийти к власти, а не... Ну, это не обязательно вопрос избранности. Это как раз может быть наоборот. То, что я не избран, я всего добился сам. Вот смотрите, какой я классный. А людей, которым помогает, ой, ой, ужас, ужас. Ну, им, на мой взгляд, им труп избранного больше помогает, чтобы забывать свою аудиторию. Не всегда, не всегда. Не всегда, я согласен. Слушай, я отчасти с тобой согласна. И, в общем, это то, что я имела в виду, в том числе по вот этому вот уходу фантазирования, потому что это слишком простой способ объяснить всё на свете и, в общем, слишком простой способ обаюкать как толпу, как себя, как, ну, в зависимости от поставленных целей. Может быть, от того и другого. Почему нет? Произведения искусства это позволяют легко сделать. Но в этом нет ничего уникального. И, в общем, любая идея может так выступить. Да, избранничество несколько проще. Факт. Просто за счёт своей природы. Но мне не кажется, что это корневая проблема тропа. У него куча других корневых проблем, но как бы так, к сожалению, работает. Я согласен, что любую идею можно извратить. Я согласен, что с любой идеей нужно воевать в её наихудших проявлениях. Но раз уж у нас тема об идее избранного, я считаю, это одним из наихудших, то есть такая неосознанная помощь диктатуре глупости. Вот. И диктатуре простых решений. Простых решений сложных проблем. Меня это пугает. Особенно, когда люди в это верят. И, наверное, проблема не в том, что это вдохновляет самих политиков. Она вдохновляет людей, которые их поддерживают. Потому что эти люди ожидают от истории вот этого человека, который придёт и поправит всё. И это воспитывает очень некритичное отношение к сильным мира всего. И к тому, что... То есть он либо должен быть злодеем, либо героем. Особенно это видно, например, и в наших широтах. У нас очень любят воспринимать людей, которых поддерживают, как исключительно безгрешных, а людей, которых не поддерживают, как исключительно греховных. И это очень усложняет наш путь к светлому будущему. То есть ты против обмана и самообман? Я считаю, что сейчас он ещё более опасен. Потому что те, кто сильнее... Как это? Политика адаптирует всё. Политика адаптирует под себя. Постмодернизм, она адаптирует под себя любое новое веяние. Просто с небольшим лагом. А вот это она адаптировать научилась лучше всего. И сейчас она как раз созрела, чтобы это всё использовать регулярно, постоянно и на самом небольшом уровне. Уровне, так сказать, муниципального депутатства. И это меня пугает. Мне кажется, мужесть тебе мог бы ответить на этот счёт, что это как раз очень демократическое. Демократическая и левая, на самом деле, и правая идея, что, понимаешь, я был никто, но я был избран спасти свой народ богом, небогом, сам по себе, какими-либо угодными условностями, в том числе верой в самого себя. И раньше это избранничество вообще-то трактовалось принципиально иначе. Это просто то, о чём ты говоришь, это конкретно метка маркеров времени, а не столько проблема тропы. Потому что раньше, ну, собственно, о чём он говорил, это было скорее констатацией твоего особенного положения, в том числе и в обществе. Ты с ним спорил на этот счёт. Ну, я с тобой, наверное, согласен. Просто я считаю, что раз уж мы говорим о нём здесь и сейчас, об этом тропе, что сейчас, мне кажется, именно вот моя к нему основная претензия в том, что с ним должно что-то происходить сейчас, потому что именно сейчас с ним и назрела эта проблема. У меня не было бы проблемы с этим тропом, если бы я был, наверное, в XIX веке. Ну, то есть я думал, что можно что-нибудь новое придумать, но исключительно искусствовеческие были бы проблемы. Я понимаю, я услышала твой тейк. Да-да-да-да. Вот чёрт знает, войдёт ли это в сцену после тизров или нет, но мне кажется... Было бы прикольно. Да, было бы прикольно. Дорогие слушатели, если вы это слышите, ну, я рад, что вы это услышали.